Сила была всего лишь 8 ранга, его способности были довольно странными. Он мог даже призывать сотни теневых монстров небесного доуровня. Каждый из них обладал способностями, подобными монстрам небесного доуровня. Линь Хуан даже сдержался, чтобы не убить его сразу. Он заставил его открыть всевозможные странные способности. Этот монстр был способен на очень странные вещи. В основном его способности были связаны с тенью. Он мог вызывать теневых существ, создавать теневых клонов, осуществлять теневую телепортацию, использовать вызванный предмет для замены себя, пожирая клонов и мертвые предметы, которые он вызывал, чтобы создать новые. Он мог даже атаковать тень Линь Хуана напрямую. Помимо способностей, связанных с тенью, Линь Хуан также увидел множество способностей темного элемента. Он мог создавать щит, похожий на черную дыру, поглощающий большую часть энергии удара и снижать урон до менее 1% от атаки. Проведя почти полчаса в попытках понять способности этого теневого монстра, Линь Хуан наконец убил его. Если бы не тот факт, что его способности могли подавить его, он действительно мог бы столкнуться с некоторыми трудностями при его убийстве. Поздравляю хозяина. Ты получил целую карту монстра, бога теней, всевидение. Ха-1 он мгновенно проверил информацию о карте, которая была сформирована в его руке. Описание монстра, карта монстра. Пока не названо уровень. Всевидение имя монстра. Бог теней тип монстра. Теневой злодей боевой уровень. Небесный да уровень 8 ранг умения. Теневой да, темный да. Основные навыки. Создание теней. Призыв тене. Поглощение теней. Дополнительные навыки. Темный щит. Призыв. Активирован примечание к карте. Пожалуйста, не жалею силей, чтобы развивать его. Хотя он только небесного да уровня 8 ранга. Сочетание способностей этого парня определенно входит в тройку лучших среди более чем 3 000 монстров, которых я убил. Линь Хуан высоко оценил бога теней. По сравнению с глупом, которую он получил в первый день, две карты монстров, которые он получил позже, обладали мощными способностями. Линь Хуан вызвал бога теней. Он выглядел как шар из черного облака, внутри которого сверкали темные, черные огни. Тогда я буду звать тебя тенью. Линь Хуан дал ему обычное имя, понаблюдав за ним. Отозвав тень в форму карты, он наконец-то начал рассматривать свои достижения. Из месячного периода исследования прошло 28 дней. Он убил более 3 000 монстров небесного да уровня. Из 3 200 монстров только трое были 7 рангов сведения. Сяха и превратил их в карты монстров. Под крылом Линь Хуана они стали блупом, старым копьем и тенью. Помимо получения трех имперских монстров, более 3 000 туш монстров небесного да уровня считались для него богатством. Хотя он не извлекал их королевство, чтобы повысить эффективность своей охоты, но если бы он извлек и очистил эти 3 000 королевств, то мог бы представить, насколько бы они увеличили его способности. Помимо королевств, туши монстров небесного да уровня были ценные сами по себе. Их можно было обменять на множество королевств и ресурсов. Линь Хуан был вне себя от счастья, когда думал об этом, но он был немного обеспокоен. Интересно, сколько из этих королевств я смогу переработать? Немного погодя, избавившись от беспорядочных мыслей, терзавших его разум, он проверил дату. До конца месячного периода исследования оставалось всего 2 дня. Он опустил голову и на некоторое время погрузился в глубокую задумчивость. Затем он поднял голову и посмотрел вдаль на север. На расстоянии менее 10 000 километров от того места, где он стоял, находилась странная область. Он почувствовал существование этой области, как только перешел на этот уровень мистической территории. Причина заключалась в том, что эта область, размер которой составлял менее 100 квадратных километров, была черной дырой в этой мистической территории. Она блокировала все используемые им техники зондирования, включая божественный телекинез. Хотя инстинкты подсказывали ему, что эта область чрезвычайно опасна, его желание исследовать таинственную неизвестность было подобно котенку, которого постоянно дразнит. У меня осталось 2 дня. Стоит ли мне проверить? Глава 1817. Любопытство сгубило кота. Лин Хуан стоял у обрыва и смотрел на бездонную пропасть перед собой. Бездна была тем слепым пятном, которое его божественный телекинез не смог прощупать ранее. Таинственная область, которая поглощала всевозможные техники зондирования. Несмотря на то, что она была прямо перед ним, он не мог ничего увидеть, несмотря на то, что максимально усилил свое зрение, чтобы заглянуть в глубину. Кроме каменной стены в 10 метрах под его ногами, дальше все было окутано полной темнотой. Тьма блокировала все, включая все формы зондирования. Независимо от того, был ли это божественный телекинез, зрение или другие техники зондирования, ничто из них не могло прощупать глубины этого места. Это место немного необычное, пробормотал Лин Хуан, держась за подбородок. Он уже испробовал все виды глазных навыков, и даже использовал их вместе с адической силой, но его зрение все равно было затуманено темнотой. Столкнувшись с этой таинственной областью, Лин Хуан, естественно, не стал бы опрометчиво бросаться туда и подвергать себя опасности. Однако он также не хотел уходить просто так. Парень с трудом стоял на месте. Вдруг он вспомнил, что только что получил способность Блуп – телепатию смерти. Как хозяин он теперь мог использовать все навыки своих имперских монстров. Естественно, в их число входила и телепатия смерти Блуп. Подумав об этом, он, не раздумывая, активировал телепатию смерти. В следующую секунду изображение перед ним внезапно изменилось. Ему показалось, что он находится в игре виртуальной реальности. Он не чувствовал свое физическое тело, душу Бога, адическую силу, королевство, божественную силу, все благословения в своем теле. Казалось, все было заблокировано. Он бешено падал, как будто его тянула вниз неосязаемая сила. Неизвестно, как долго он падал, но тянущие ощущения, наконец, ослабло и постепенно исчезло совсем. Однако в данный момент казалось, что он полностью утонул во тьме бездны. Лин Хуан понял, что все его способности к восприятию больше не работают. Он ничего не видел, ничего не слышал и ничего не чувствовал. Неважно, была ли эта земля под его ногами или что-то, чего могли коснуться его пальцы, все это было небытием. Кроме темноты, здесь, казалось, не было ничего. Внезапно Лин Хуан вспомнил, что он уже испытывал нечто подобное. Это было в первый раз, когда он вошел в мистическую территорию. Когда он стоял на алтаре, его сознание затягивало в такую же тьму. Однако, казалось, что все было иначе. В тот раз он отчетливо слышал чье-то дыхание. Оно звучало так, словно проникало сквозь слои измерений. Оно было где-то очень далеко, но вызывало в нем ужас. Однако в этот раз не было слышно ни звука. Во всей темноте стояла мертвая тишина. Внезапно странное чувство страха закралось в голову Лин Хуана. Казалось, что за ним наблюдает страшная сущность. Он хотел использовать свои печати, да, но понял, что его тело словно полностью запечатано. Это относилось не только к печатям, да. Он даже не мог использовать свою божественную силу. Даже божественный телекинез был бесполезен. Парень даже не мог призвать свое оружие бога, летающие кинжалы и боевые мечи. Почувствовав это, неуверенность Лин Хуана возросла в несколько раз. Когда он забеспокоился и не знал, что делать, он вдруг увидел, как вдалеке в темноте загорелось красное свечение. В тот же миг Лин Хуан почувствовал, что в его теле происходят странные изменения. Точнее, не только его физическое тело, но и душа бога претерпевала странную трансформацию. Это деформация. Хотя он не мог видеть свое физическое тело, он мог наблюдать за душой бога в своем теле. Он понял, что из его души бога растут бесчисленные щупальца разной толщины и длины со скоростью, видимой невооруженным глазом. Не успел он как следует отреагировать, как понял, что его сознание помутнело. Казалось, что какая-то ужасающая сущность стирает его сознание и заменяет его странной сущностью. Как раз в тот момент, когда его сознание должно было раствориться в небо теле, в его ушах внезапно раздался треск. В следующую секунду его сознание вернулось в тело. Он понял, что по-прежнему стоит перед тем же самым утесом, что и раньше. Беги. Сяха и Вечный Огонь предупредили почти одновременно. Не раздумывая, Лин Хуан активировал врата всех сфер и вошел внутрь. Выйдя из врат всех сфер, он покинул мистическую территорию. Он почувствовал облегчение, когда увидел, что мистическая территория парит перед ним в воздухе. В этот момент он увидел, что по всей мистической территории клубится туман. Почти мгновенно он покрыл всю мистическую территорию. Туман даже попытался распространиться на то место, где он находился. Не раздумывая, Лин Хуан снова открыл врата всех сфер и вошел внутрь. На этот раз он телепортировался обратно в восточную восьмую зону. Однако он не решился сразу же возвращаться в город Дон Сюань. Юноша почувствовал полное облегчение, когда понял, что туман не преследует его после возвращения в восточную восьмую зону. В этот момент Сиахэй внезапно произнес, что ты сделал. Почему карта замены была раздавлена сама по себе? Карта замены. Лин Хуан был ошеломлен, когда услышал это. Он сразу же проверил свои карты, после чего обнаружил, что действительно потерял одну карту замены. Его спина мгновенно покрылась холодным потом. Если бы не карта замены, он был бы уже мертв. Я использовал телепатию смерти только для того, чтобы посмотреть на бездну, а эта сущность вмешалась в реальность через сцену, которую я ощущал. Лин Хуан был напуган. Он даже не видел, что это было за красное свечение, и чуть не лишился жизни. Мало того, его действия, казалось, привели в действие всю мистическую территорию. Мистическая территория снова окуталась туманом, полностью перейдя в запечатанный режим. Это означало, что группа исследователей из Южной 61-зоны теперь не сможет вернуться. Более того, судя по трансформации мистической территории, которую он вызвал, вероятность того, что те исследователи выживут, была невелика. Лин Хуан был почти уверен, что он столкнулся с Азой. В прошлый раз ему, похоже, удалось сбежать, потому что Аза еще спал, поэтому он и услышал звуки дыхания. В этот раз Аза, похоже, активно атаковал его. Возможно, он не нападал сознательно. Однако такая сила, как Аза, могла убить его одной лишь мыслью. Не успел Лин Хуан полностью успокоиться, как из вечного огня пришло уведомление. Я внезапно почувствовал чрезвычайно высокий уровень энергии бездны глубоко внутри твоего тела. Хотя она выплеснулась лишь на короткое мгновение, она превзошла адическую силу в твоем теле, по крайней мере, в 10 раз. Слова вечного огня снова потрясли Лин Хуана. Он мгновенно заглянул в свое тело и начал наблюдать. Однако, проверив 3-5 раз, он не почувствовал ничего необычного. Он спросил. Ты уверен? Я не чувствую ничего необычного. Я уже поглотил всю энергию бездны. Тогда вечный огонь объяснил ситуацию. В этот момент Лин Хуан потерял дар речи. Он мгновенно понял, что карта замены была не единственной причиной, по которой он выжил. Во многом это произошло благодаря тому, что вечный огонь поглотил энергию бездны. Именно благодаря их совместным действиям ему удалось выжить. Любопытство сгубило кота. Я обязательно обойду стороной такое ужасное место, если снова на него наткнусь. Лин Хуан не мог не воскликнуть. Глава 1818. Изменение ситуации в городе плане восточной восьмой зоны. После возвращения с мистической территории Лин Хуан не стал возвращаться в город Дун Сюань. Вместо этого он остался в территориальном городе племени Долголетия. Он не был уверен, что находится в полной безопасности, поэтому планировал остаться здесь на день, чтобы понаблюдать. Только поселившись в гостинице на густонаселенной планете, он мысленно успокоился и начал перебирать достижения, полученные им в этом путешествии по мистической территории. Первыми из них, естественно, были три карты монстров всевидения. Два из них были небесного до уровня 8 ранга, а один – небесного до уровня 9 ранга. Способности этих трех монстров были одними из лучших даже во вселенной. Они могли делать все, что угодно, идти куда угодно, если только не сталкивались с теми, кто был в полушаге от доминантного уровня. Второй набор – это более 3200 туш монстров. При жизни они были практиками небесного до уровня. Каждый из них обладал полными королевствами в своих телах. Хотя это были королевства бездны, которые могли загрязнить других, но так как в теле Линьхуана был вечный огонь, эти королевства ничем не отличались от обычных королевств. Они даже могли дать больше энергии вечному огню. Помимо королевств, ценность самих туш монстров была еще выше. Королевства монстров бездны были бесполезны, но для многих их туши были выдающимся материалом. Их можно было препарировать для исследований, делать из них марионеток и даже клонов. Их цена на рынке была не ниже, чем других практиков небесного до уровня. В конце концов, тела практиков до уровня считались довольно редкими ресурсами даже в бесконечной вселенной. Подсчитав стоимость туш монстров, Линьхуан почувствовал угрызение совести по поводу своей попытки исследовать эту область бездны. Если бы он не вызвал закрытие мистической территории заранее, он мог бы охотиться еще два дня и убить по меньшей мере еще 200 монстров на мистической территории. Возможно, он даже встретил бы еще одного монстра всевидения и таким образом получил бы еще одного имперского монстра. Однако раз уж это произошло, он не стал зацикливаться на этом. Подсчитав добычу, он покинул гостиницу и отправился гулять по всевозможным рынкам городоплана. Поскольку практики не нуждались во сне, несколько рынков были открыты всю ночь. Вот так Линьхуан и ходил по магазинам до следующего утра. Однако ничего не заинтересовало его, пока он осматривал рынки. Рано утром он позавтракал, а затем вернулся на звезду Фейстера в городе Донсюань. Он вызвал своего клона, как только вернулся в звездную зону Фейстера. Он быстро переварил воспоминания, которые клон получил за период почти в один месяц. Не могу поверить, что в восточной восьмой зоне произошло столько всего. А ведь я пробыл там меньше месяца. Линьхуан был потрясен, быстро просматрив всю информацию. Первой его реакцией было предположение, что его клон был загипнотизирован каким-то могущественным существом, и ему скормили эти фальшивые воспоминания. Таинственная черная бездна уничтожила весь свой филиал в восточной восьмой зоне. Не только семь официальных членов были убиты, но и почти все их резервные члены были выслежены всеми организациями, работающими вместе. Можно сказать, что весь филиал черной бездны в восточной восьмой зоне был полностью уничтожен. Хотя эта заслуга принадлежала в основном его клону, он все равно считал, что это просто невероятно. Он тут же изучил детали более тщательно. Эти люди из черной бездны такие милые. Они знали, что мне не хватает королевств и благословений, поэтому отправили их ко мне, с усмешкой сказал Линьхуан, прочитав все. Он оставил двух членов черной бездны небесного до уровня в живых в качестве приманки, чтобы привлечь больше членов. В итоге черная бездна действительно попалась на эту приманку. Они не только прислали практиков полушаги от доминантного уровня из своей штаб-квартиры, но даже уничтожили весь свой филиал в восточной восьмой зоне. Однако этот практик в полушаге от доминантного уровня из черной бездны не был действительно сильным. Надулся Линьхуан, внимательно наблюдая за ходом битвы. С каждой секундой он становился все счастливее, глядя на трупы нескольких членов черной бездны. Всего было семь трупов, один из которых был в полушаге от доминантного уровня, а остальные шесть – небесного до уровня. В королевстве, которое было удалено непосредственно его клоном, не было ни одного трупа. Оно принадлежало Наньгун Тиню. По сравнению с тем, что он получил от путешествия в мистическую территорию, в этот раз эти восемь королевств были ничем. Однако у восьми членов черной бездны были кольца хранения. Предметы в кольцах хранения практиков небесного до уровня определенно имели высокую ценность. Кроме того, среди этих восьми человек четверо были путешественниками. Его клон также забрал четыре благословения. Линьхуан, несомненно, был доволен этим выигрышем. Из воспоминаний клона он увидел не только текущую ситуацию в восточной восьмой зоне. Несмотря на то, что черная бездна временно отказалась от восточной восьмой зоны, они ничуть не замедлили свои действия, атакуя другие аванпосты. Восточная двадцать три зона, южная шестьдесят один зона, западная сто девятнадцать зона, северная тридцать девять зона. В течение этого месяца было атаковано девять зон подряд. Причем нападения были еще более жестокими и страшными, чем те, которым подверглась восточная восьмая зона. Почти все практики небесного доуровня в организациях класса ССС в девяти зонах были атакованы. Лишь небольшому числу из них удалось спастись. Их не убили, но они не осмелились показаться снова. Без практиков небесного доуровня, поддерживающих девять зон, они вскоре были захвачены черной бездной, блокирующей передачу информации во внешний мир. Никто не знал, что происходило с тех пор. Среди этих зон оказалась и южная шестьдесят один я зона, из которой Линьхуан только что сбежал. Он бежал слишком быстро, поэтому не заметил никаких изменений в зоне. Однако он знал, что южная шестьдесят один я зона, вероятно, была зоной с наименьшим сопротивлением. Причина заключалась в том, что большинство практиков небесного доуровня из всех их организаций класса ССС вошли на мистическую территорию небесного доуровня, когда она открылась. Оставалось лишь небольшое количество сильных практиков. Столкнувшись с атакой черной бездны, естественно, у них не было сил сопротивляться. Еще страшнее для южной шестьдесят один зоны было то, что практики доуровня, вошедшие в мистическую территорию, застряли внутри. Возможно, никто из них не выживет. Практики небесного доуровня, а также многие практики начального и основного доуровня участвовали в исследовании мистической территории в этот раз. Возможно, во всей южной шестьдесят один зоне осталось лишь менее одной четвертой части практиков доуровня. У них вообще не было сил противостоять атаке черной бездны. Судя по ситуации, южная шестьдесят один зона, несомненно, была зоной, которая падала быстрее всего среди девяти аванпостов. Северная тридцать девять зона была атакована всего два дня назад, а передача информации была запечатана только сегодня. Похоже, что им понадобилось всего несколько дней, чтобы полностью захватить эту зону, Лин Хуан спокойно проанализировал информацию о зонах. Интересно, планируют ли они полностью отказаться от восточной восьмой зоны или будут продолжать атаковать ее, чтобы бороться за этот аванпост? Он не думал, что восточная восьмая зона останется в полной безопасности в будущем только потому, что за этот месяц с ней ничего не случилось. Судя по характеру членов черной бездны, хотя между ними не было дружбы, его клон набросил на них и убил их людей. Вероятность того, что они отомстят, была довольно высока. В конце концов, к этому времени они уже напали на оставшиеся девять аванпостов. Их высшее руководство, несомненно, обсуждало, стоит ли собирать силы для нападения на восточную восьмую зону, которая была последним аванпостом. Глава 1819. Повышение способностей. Проверив всю информацию из воспоминаний клона, Лин Хуан убедился, что угроза в восточной восьмой зоне еще не была полностью устранена, так как за этот месяц он получил приблизительное представление о ситуации во Вселенной. Парень не стал медлить дальше. Он раздавил карту хижины виртуальной сферы и вызвал свое виртуальное тело. Затем он шагнул в виртуальную сферу. Как только он вошел в хижину виртуальной сферы, то достал туши монстров небесного до уровня. Он начал извлекать их королевство. По мере того, как Лин Хуан извлекал королевство 3000 туш монстров, он вызывал вечный огонь, чтобы очистить эти королевства бездны. В виртуальной сфере прошло несколько дней, пока он занимался этим. Он потратил свое время в основном на очистку энергии бездны этих королевств. После того, как он обработал все туши монстров, он извлек тела членов черной бездны. Он извлек их королевство в течение нескольких минут. Не теряя времени, он официально начал уединенное совершенствование, чтобы интегрировать королевство. Судя по силе его нынешнего королевства, ему не потребуется много времени, чтобы объединить эти королевства небесного до уровня. Ему требовался примерно час для интеграции королевств ранга 1, около двух часов для королевств ранга 2 и четыре часа для королевств ранга 3. Ему потребовалось пять с половиной дней, чтобы интегрировать королевство небесного до уровня 8 ранга. А для полной интеграции королевства Небесного до уровня 9 ранга ему потребовалось почти 11 дней. Больше всего времени из 3000 королевств он потратил на королевство, которое было в полушаге от доминантного уровня. Он потратил около 120 дней на совершенствование этого королевства. Пока королевства поглощались, королевство Линьхуана постоянно становилось все более мощным. Даже королевство Небесного до уровня 1 ранга обеспечило его королевство по меньшей мере двумя-тремя миллионами печатей до. Так как в телах практиков Небесного до уровня было много владык и тех, кто был на до уровне, заключивших контрактные связи с королевством, было снято около миллиона печатей до. Небесные до уровня 8 ранга и Небесные до уровня 9 ранга предоставили королевству более 20 миллионов печатей до. Было открыто около 10 миллионов печатей до. Между тем, большинство монстров, на которых охотился Линьхуан на мистической территории в южной 61 зоне, были выше Небесного до уровня 7 ранга. Общее количество монстров ниже 7 ранга составляло менее 20%. Он убивал их только в удобных местах на своем пути. После усовершенствования королевства Черной Бездны, находящегося в полушаге от доминантного уровня, Линь Хуан открыл глаза и сделал длинный выдох. Он потратил больше всего времени на интеграцию этого королевства, но и результаты были самыми богатыми. Только с помощью этого королевства было открыто 20 миллионов печатей. Да, Линь Хуан подсчитал время, которое он потратил. За время уединенного совершенствования в виртуальной сфере прошло более 40 лет. Он также погрузил свое сознание в тело, чтобы просмотреть окончательные результаты всех этих усовершенствований. В результате усовершенствования более 3200 королевств его королевства увеличилось как минимум в 100 раз. В его теле появилось более 52 миллиардов печатей. Да, их общее количество подскочило до 55-8 миллиардов. Это было почти в 18 раз больше, чем раньше. В то же время количество печатей Даа, раскрытых в его теле, увеличилось на 18-3 миллиарда. Оно увеличилось почти в 200 раз. В прошлом он думал, что сила его королевства будет ограничена. Однако теперь казалось, что этого предела не существует. Парень не знал, сколько из 18 миллиардов печатей Даа, которые он открыл, могут быть объединены в новые печати Даа, и существует ли предел. Линь Хуан нисколько не колебался, так как эта мысль лишь на мгновение промелькнула в его голове. Он раздавил карту прозрения и начал второй раунд уединенного совершенствования, закрепления печати Даа. Хотя он был знаком со всем процессом закрепления печати Даа, скорость, с которой он это делал, не сильно увеличилась. Это был процесс анализа, дезинтеграции, реконструкции и добавления новых цепочек последовательности богов для реинтеграции. Многие печати Даа, которые он получил в результате интеграции этих королевств, состояли из 10 000-20 000 цепочек последовательности богов. Между тем, каждая личная печать Даа Линь Хуана состояла из миллиона цепочек последовательности богов. Это было в сотни раз мощнее. Естественно, что процесс консолидации занимал много времени. На каждое объединение требовалось не менее 10 дней. В некоторых необычных печатях Даа, которые Линь Хуан видел впервые, было множество цепочек последовательности богов. Вполне логично, что за месяц ему удалось закрепить только одну из них. Если бы Линь Хуан не находился в виртуальной сфере, то ему потребовалось бы не менее миллиарда лет, чтобы объединить почти 20 миллиардов в печати Даа. К счастью, пока он находился в виртуальной сфере, течение времени во внешнем мире почти остановилось. Неизвестно, сколько времени он просидел в кресле, когда наконец объединил в своем теле 10 миллиардов печати Даа. Однако он не чувствовал, что достиг предела. Казалось, что он мог консолидировать печати Даа, не заботясь ни о чем. Поэтому он продолжил формировать оставшиеся печати Даа. Во время этого уединенного совершенствования Линь Хуан почти полностью потерял чувство времени. Он лишь чувствовал, что постепенно становится все сильнее и сильнее. После консолидации 18-3 миллиардов печати Даа, для которых были сняты преграды, он лично консолидировал более 18-4 миллиардов печати Даа, что было в 180 раз больше, чем раньше. Он ясно чувствовал, что его нынешнее Я может убить его прежнее Я, просто подняв палец. Между тем, его прежнее Я до уединенного совершенствования, возможно, вообще не смогло бы навредить нынешнему Я, даже если бы его прежнее Я использовало свою козырную карту. Тем не менее, он все еще сомневался, могу ли я считать, что прорвался на доминантный уровень, или я все еще на небесном доуровне. Он никак не мог понять, на каком уровне он сейчас находится. Даже без интеграции хаотического космоса, он чувствовал, что его нынешнее Я должно быть достаточно сильное, чтобы бросить вызов силе доминантного уровня. Забудь об этом. Пора возвращаться, так как он не мог ничего понять, он не стал долго раздумывать. Парень чувствовал, что пробыл в виртуальной сфере достаточно долго. Он убрал хижину виртуальной сферы и вернулся в материальную сферу. Как только Линь Хуан вернулся в виртуальное тело, то сразу же почувствовал ужасающее отражение того, что он получил от этого уединенного совершенствования. Мало того, что его королевство усилилось во сто крат, он сам улучшился в бесчисленное количество раз. Только благодаря объединению печати Даа он пережил три трансформации. Это произошло, когда он успешно объединил сто миллионов печати Даа, один миллиард печати Даа и десять миллиардов печати Даа. В результате этих трех трансформаций Линь Хуан ощутил качественное изменение частиц по всему телу, причем не только частиц физического тела, но и частиц души Бога. Хотя он не интегрировал хаотический космос, чтобы стать доминантного уровня, он был уверен, что его нынешнее физическое тело и душа Бога были не менее мощными, чем сила доминантного уровня один ранга. Возможно, он был даже более силен. В тот момент, когда Линь Хуан осознал, что его сила возросла, он вдруг почувствовал, как его исследует какое-то чувство. Глава 1820 Достижение доминантного уровня Это знакомое назойливое чувство. Линь Хуан мгновенно распространил свой божественный телекинез. Он прорвался сквозь окружающие пространства и вторгся в неизвестное измерение. Гигантское лицо покрыло все небо. Его лицо постоянно менялось, но оно все время смотрело на Линь Хуана. Оно выглядело весьма удивленным и любопытным. Твои способности так сильно возросли. Как ты это делаешь? Линь Хуан уже был не знаком с этим существом. Это было небесное до этого хаотического космоса. Я лишь ненадолго погрузился в уединенное совершенствование, ответило божественное духовное тело Линь Хуана. Хотя духовное тело Линь Хуана ответило, но ответ выглядел довольно несерьезным. Я чувствую, что в твоем теле нет ауры хаотического космоса, но сила твоей ауры намного превосходит все остальные. Твоя сила превосходит силу, которая характерна для практиков в полушаге от доминантного уровня. Она даже достигла доминантного уровня. Возможно, мое королевство особенное? С улыбкой сказал Линь Хуан. Твое королевство действительно особенное. Я тоже это почувствовал. Мало того, оно намного мощнее, чем в прошлый раз, когда я тебя видел. Я не смог сдержать себя и решил снова осмотреть тебя, почувствовав ауру, испускаемую твоим королевством. Небесная даа, казалось, не заметил, что Линь Хуан был просто пунктуален, когда произносил эти слова. Интеграция, о которой ты говорил ранее. Ты уже все обдумал? Неожиданно спросил Линь Хуан. Естественно, он помнил, что Небесная даа упомянул, что хочет объединиться с его королевством, когда они разговаривали ранее. Однако оно сказало, что еще не приняло решение. Ему нужно время, чтобы все обдумать. С тех пор прошло больше месяца, когда Линь Хуан снова встретился с Небесным даа. Он все еще был очень взволнован тем, какой может услышать ответ. Небесная даа лишь на мгновение замолчала, а затем кивнула и сказала. Я принял решение. Я сделаю это. Линь Хуан, который не очень надеялся на положительный ответ, не мог не приподнять брови. Он думал, что существует большая вероятность того, что он будет отвергнут, или Небесная даа будет продолжать колебаться, вместо того, чтобы согласиться здесь и сейчас. Тогда, что мне нужно делать? Быстро спросил Линь Хуан, оправившись от оцепенения. В конце концов, он был новичком. Он не знал, как выполнить процесс интеграции. Я буду руководить. Ты просто должен сотрудничать со мной. Линь Хуан почувствовал притяжение, исходящее из его души Бога, как только Небесная даа закончила говорить. Не сопротивляйся. Я втянут твою душу Бога в землю истока, послышался голос Небесного даа. Услышав эти слова, Линь Хуан мгновенно выпустил свою душу Бога. В следующее мгновение его душа Бога проникла в небо и прибыла в измерение. Его душа Бога вызвала духовное тело, консолидированное из его божественного телекинеза. Он поднял голову и посмотрел на Небесное даа, которое парило над его головой. Теперь я войду в твое королевство и интегрирую с ним. Тем временем ты получишь много информации о Вселенной во время процесса интеграции. Процесс займет много времени, но не будет никаких изменений во времени в материальной сфере. Как только Небесная даа закончила говорить, оно превратилось в туманоподобное торнадо и влетело в ноздри и рот Линь Хуана. Этот процесс длился около трех минут. Линь Хуан не чувствовал ничего необычного. Просто его ноздри и рот немного болели. Когда Небесная даа полностью вошла в королевство в теле Линь Хуана, гигантское лицо, закрывавшее небо измерения, больше не было видно. Небо было совершенно чистым, и Линь Хуан мог даже видеть звезды, мерцающие вверху. По мере того, как Небесная даа входила в королевство в его теле, в нем происходили изменения, которые не были видны невооруженным глазом. Он ясно ощущал, что его королевство, похоже, трансформируется. Эта трансформация была не такой, как когда он становился более могущественным от поглощения многих других королевств. Вместо этого, казалось, что-то прорастает глубоко внутри его королевства. Те планеты, на которых обитали живые существа, в пределах всего королевства стали более живыми, чем раньше. Некоторые из живых существ даже просветлели и стали умнее. Были и такие, которые пережили трансформацию своих уровней. Невероятным для Линь Хуана было то, что бои и остальные имперские монстры, которые были связаны с ним контрактом, повышали свой уровень все без исключения. Даже если они сейчас не были в его королевстве, они поднимались с уровня Чистого Духа 6 ранга до уровня Всеведения 7 ранга. Даже их боевая мощь бешено росла. Аура имперских монстров, которые только что достигли до уровня и освоивших 18 000 печатей ДАА, стремительно росла. 200 000, 300 000, 400 000. Но ли все это прекратилось, когда они достигли предела основного ДА уровня, который содержал миллион печатей ДАА? Линь Хуан не мог не нахмуриться, когда увидел изменения, произошедшие с парой имперских монстров. Он совсем не ожидал, что перемены в его королевстве окажут такое влияние на имперских монстров под его началом. Это не ограничилось только боем и остальными, но и все племя жуков, которыми он временно не занимался, тоже возвысилось. Королевы матери и королевы племени жуков также были подняты с чистого духа 6 ранга до 7 гурангов Всеведения. Более того, их боевая мощь была повышена с уровня владыки. Они не только преодолели уровень владыки, но даже вышли за пределы начального ДА уровня и вошли на основной ДА уровень. Они достигли той же боевой силы, как бои остальные. К счастью, воины племени жуков, не заключившие с ним прямой контракт, не испытывали особых изменений. Лин Хуан был необычайно доволен, когда увидел эти изменения в королевах-матерях и королевах племени жуков. Причиной тому было то, что он решил временно оставить племя жуков, когда несколько королев-матерей достигли чистого духа 6 ранга. Теперь, когда королевы-матери и королевы племени жуков достигли 7 ранга, он не знал, как отреагирует воля орды жуков. Не раздумывая, Лин Хуан вызвал всех монстров племени жуков в форму карт. Однако изменения, происходившие в его королевстве, не прекращались до сих пор. После завершения трансформации Лин Хуан увидел звездные зоны, великие миры, мини-миры и миры Гравия, все они быстро развивались. Сначала он все еще был немного озадачен. Однако, когда он увидел большие области, похожие на звездную карту восточной восьмой зоны, он понял, что звездные зоны и миры – это проекции вселенной в его королевстве. Неизвестно, сколько времени это заняло, но вся вселенная выросла в пределах королевства Лин Хуана. В этот момент большое количество информации стало стремительно проноситься в его голове. Происхождение вселенной, эволюция эпох, множество крупных происшествий, случившихся в нынешнюю эпоху. Вся эта информация четко отпечаталась в сознании Лин Хуана. В этот момент у него возникло ощущение, что он – небесная до вселенной. Он чувствовал, что может овладеть каждым хаотическим космосом во вселенной. Это доминантный уровень. Когда Лин Хуан погрузился в это чувство, он постепенно понял, что значит достигнуть доминантного уровня. Так называемый доминант был сильным человеком, который мог овладеть хаотическим королевством, как было и с ним. Когда небесная до завершила интеграцию с его королевством, вся вселенная стала частью его королевства. Хотя это была всего лишь проекция, он знал, что проекция вселенной в его королевстве была законным происхождением вселенной. Точнее говоря, то, что находилось в его теле, было подлинным хаотическим космосом вселенной. Вселенная в материальной сфере была конкретизированной проекцией вселенной в его теле. Глава 1821 Стремительный рост способностей Лин Хуан окончательно понял, почему этот уровень назывался доминантным, после того, как тщательно изучил изменения, произошедшие после его возвышения. По мере того, как его королевство интегрировалось с небесным до вселенной, вся вселенная становилась частью его королевства. Ему нужно было лишь сосредоточиться, и он мог видеть все, что угодно во вселенной. Мало того, он мог исследовать все, что происходило во вселенной, когда он пожелает. Во вселенной он мог заимствовать силу печатей до всего мира. Количество печатей до во вселенной было не только общим числом печатей до, но и количеством печатей до, которые объединили существующие владыки и практики выше уровня владыки, и которые были объединены во всех прошлых эпохах. Их количество намного превышало количество печатей до, которые Линь Хуан объединял сам, и даже превышало общее количество печатей до, которые он имел в своем королевстве. Можно было сказать, что Линь Хуан был практически непобедим во вселенной. Он мог напрямую использовать силу всей вселенной. Он мог уничтожить всю восточную восьмую зону одним движением руки. Он мог даже перезапустить всю вселенную, уничтожив всех живых существ. В прошлом он точно не смог бы этого сделать. Кроме того, что Линь Хуан был непобедим во вселенной, он также чувствовал, что его адическая сила преобразилась. Адическая сила претерпела трансформацию после повышения до доминантного уровня. Из информации, которую ему прислала небесная ДА, он узнал, что после возвышения до доминантного уровня, его адическая сила трансформировалась в адическую силу небесного ДА. Это также называлось силой небесного ДА или силой доминанта. Это была сила, которой обладали только практики доминантного уровня. Эта сила намного превосходила адическую силу практиков до уровня. Если сравнивать эти две силы, то это было почти равносильно разнице между бумажным клинком и стальным. Сила небесного до доминантного уровня была почти бессмертной и неразрушимой, если она не вступала в контакт с другой такой же силой. Причина заключалась в том, что сила небесного до могла ассимилировать и поглощать другие виды энергии. Узнав о существовании силы небесного до, первое, о чем подумал Линь Хуан, была сила бездны. Энергия бездны тоже обладает такой же характеристикой. Она также должна быть одним из видов силы небесного доа. Просто она не кажется такой мощной, как настоящая сила небесного доа. Как только Линь Хуан подумал об этом, все виды информации о бездне пронеслись в его голове. Это был эффект от того, что небесная доа интегрировалась с его королевством. Оно искало информацию обо всем, о чем он хотел бы узнать автоматически. Понятно. Линь Хуан сразу же все понял, прочитав информацию об энергии бездны. Так называемая энергия бездны на самом деле являлась энергией, полученной из силы небесного доа-азы. Эта энергия содержала определенные характеристики силы небесного доа-азы, но все же она не была такой мощной, как настоящая сила небесного доа. Тем не менее, одна только полученная энергия могла загрязнить и ассимилировать все живые существа ниже доминантного уровня. Помимо трансформации водической силы Линь Хуана, его физическое тело и частицы души Бога тоже были преобразованы. Даже он не знал, на каком уровне находится его физическое тело и душа Бога. Кроме того, трансформация его души Бога также привела к трансформации его божественного телекинеза. Его нынешний божественный телекинез был преобразован на совершенно новый уровень. В пределах своего королевства он мог даже создать галактику и великий мир одной лишь мыслью. За пределами его королевства его божественный телекинез стал невидимым и неотслеживаемым. Ни одно живое существо доминантного уровня не могло уловить или почувствовать существование его божественного телекинеза. Мало того, его божественный телекинез мог атаковать прямо своими мыслями. Это отличалось от того, что раньше ему приходилось использовать нити божественного телекинеза, чтобы управлять летающими кинжалами оружия Бога для атаки, которые можно было увидеть и проследить. Теперь же траектории движения больше не существовало. Атака происходила с одной лишь мыслью. Больше не было никакого процесса или сигнала, упреждающего атаку. Помимо всеобъемлющего повышения этих аспектов, оружие Бога в теле Линь Хуана также повысилось. В этот момент он наконец-то узнал о системе оценки сокровищ. Последовательность от низшего к высшему была такова. Духовные сокровища, драгоценные сокровища, экзотическое сокровище, высшие сокровища, врожденные высшие сокровища, хаотическое высшие сокровища. Духовные сокровища, как правило, были снаряжением, которое использовали практики начального доуровня. Драгоценные сокровища обычно использовались практиками основного доуровнями. Экзотические сокровища в основном могли использовать только практики небесного доуровня и выше. В то же время, чтобы использовать высшие сокровища, требовалась сила доминанта. Для практиков доминантного уровня, врожденные высшие сокровища были сокровищами, за которые стоило бороться. Хаотические высшие сокровища могли использовать только практиками доминантного уровня 4 и 5 ранга. Лин Хуан только что узнал, что его оружие бога превратилось во врожденные высшие сокровища. Они даже считались высшим классом среди врожденных высших сокровищ. Он мог использовать их только потому, что оружие бога уже было частью его тела. Кроме того, его адическая сила действительно была намного мощнее, чем у практиков небесного доуровня. Тем не менее, он понял, что не раскрыл истинную силу оружия бога. Он просто использовал их как обычное снаряжение. Это было так, будто он использовал оружие богов, которое находилось в спящем состоянии. Он вообще не активировал их. Теперь, когда он официально достиг доминантного уровня, это оружие бога было преобразовано еще больше. Оружие бога было преобразовано еще больше, и его класс был повышен до уровня хаотического высшего сокровища. Стоит отметить, что хаотические высшие сокровища были драгоценны даже для практиков доминантного уровня 4 и 5 ранга. Тем временем Линь Хуан обладал четырьмя из них, что составляло полный набор. Линь Хуан знал свои пределы. Он знал, что не сможет высвободить истинную силу хаотических высших сокровищ с его нынешними способностями. Даже если бы это были врожденные высшие сокровища, он смог бы высвободить лишь одну десятую или две десятых их силы. Для хаотических высших сокровища этот процент был еще меньше. Он также поискал информацию о том, как использовать высшие сокровища в базе данных небесного доа. Очень скоро он нашел метод их постепенной активации. Проще говоря, как только он активирует часть этих высших сокровищ, он сможет высвободить их силу. Научиться этому было несложно. Линь Хуан выбрал самый простой вариант. Смоделировав раз или два, он установил щит и сразу же опробовал его. Воплотив часть силы доминанта в энергии души бога, он начал направлять ее в боевой меч оружия бога в своей руке. Боевой меч оружия бога почувствовал попытку общения, исходящую от души бога Линь Хуана. Очень скоро часть его сознания пробудилась. Линь Хуан напрямую связался с душой бога, чтобы сообщить ей о своем плане постепенной активации. После этого последующие шаги стали намного проще. Изначально этот метод активации, согласно записям, имел очень низкий процент успеха. Причина заключалась в том, что все высшие сокровища обладали собственным сознанием. Многие из них обладали уникальными характерами и личностями. Однако оружие бога в теле Линь Хуана было создано им с самого начала. Поэтому не было никаких проблем с его общением. Как только оружие бога проявило инициативу к сотрудничеству, вся адическая сила в теле Линь Хуана начала вливаться в его тело. Очень скоро первый этап активации был завершен. После этого он использовал всю адическую силу в своем королевстве и начал второй этап активации. Вскоре после этого он использовал энергию всей вселенной, чтобы выполнить третий этап активации. Когда Линь Хуан завершил три стадии активации, он назвал их первый этап распечатывания, второй этап распечатывания и третий этап распечатывания. Однако он знал, что даже когда он достигнет третьего этапа распечатывания, то, скорее всего, сможет активировать лишь менее 1-10-0-0-0 от мощности оружия бога. Активировав боевой меч, Линь Хуан сделал то же самое для летающих кинжалов и боевых доспехов. Он извлек свое сознание из тела только после завершения всех действий. Парень глубокомысленно посмотрел на небо над головой. «Мне придется разобраться с беспорядком, который устроила черная бездна». Глава 1822 Радость длилась недолго. Линь Хуан наконец-то узнал много секретов о черной бездне от небесного ДА. На самом деле ничто не могло ускользнуть от небесного ДА, пока это происходило во Вселенной. Даже если они использовали всевозможные техники экранирования и даже высшие сокровища, чтобы блокировать техники зондирования, все равно небесная ДА все знала. Это дало Линь Хуану возможность наблюдать за внутренними совещаниями черной бездны глазами небесного ДА. Он наконец-то понял их истинную цель. Цель черной бездны заключалась в том, чтобы открыть канал между бездной и Вселенной, чтобы армия бездны смогла пройти сюда, заразить всю Вселенную и даже заразить небесный ДА. В конце концов, они должны были получить клон Азы, чтобы усовершенствовать небесный ДА и овладеть этим хаотичным космосом. Это усовершенствование также было бы принудительным. Если бы небесный ДА не захотелось отрудничать с процессом интеграции, АЗА использовал бы свою силу доминанта, чтобы захватить и ассимилировать весь хаотический космос, отрезав власть небесного ДА над хаотическим космосом, а затем он бы усовершенствовал небесный ДА силой. При нормальных обстоятельствах, если первый шаг, а именно процесс ассимиляции, будет успешным, то процент успеха последующего принудительного совершенствования был бы довольно высоким. Однако план черной бездны был сорван. Это произошло потому, что Линь Хуан объединил в себе небесный ДА Вселенной, став доминатом Вселенной. Пока он был жив, даже если бы вся Вселенная была заражена энергией бездны, клон Азы не смог бы усовершенствовать небесный ДА. Мало того, раз Линь Хуан узнал о плане черной бездны, естественно, он не мог просто смотреть, как эти люди пытаются заразить всю Вселенную. Неужели это существо действительно только клон Азы? Линь Хуан мгновенно вспомнил свои две встречи с падением во тьму после того, как он просмотрел все о черной бездне. Особенно во второй раз. Странное красное свечение просто зажглось, и он был убит, даже не заметив этого. Если бы не карта замены, он бы умер в тот раз. Хотя нынешний он мог просто убить прежнего пальцем, сделать это без предупреждения было практически невозможно. Более того, даже несмотря на то, что он был поднят до доминантного уровня, он не мог понять, что именно сделал тот человек. Он думал, что это был сам Аза. Только сейчас он узнал от черной бездны, что это был всего лишь один из клонов Азы. Мало того, согласно информации, которую раскрыла черная бездна, у Азы были десятки тысяч таких клонов. Некоторые из них уже пробудились в других хаотических космосах бесконечной Вселенной. Клон Азы в этой Вселенной в данный момент находился в полусонном состоянии. Он еще не пробудился полностью. Тем не менее, было ясно, что полуспящий клон обладал способностями гораздо более мощными, чем Линь Хуан, достигший доминантного уровня. Осознав этот факт, Линь Хуан нахмурился. Он также узнал много информации о клоне Азы из черной бездны. Он, полусонный, мог проснуться в любой момент. Существовали даже некоторые техники, чтобы ускорить его пробуждение. Например, многочисленные жертвоприношения. Чем мощнее уровень способностей живых существ, которых они приносили в жертву, и чем больше их количество, тем больше это ускоряло его пробуждение. Хотя черная бездна никогда не упоминала об этом, Линь Хуан немного беспокоился, что смерть многих членов черной бездны может привести к ускорению его пробуждения. Причина была в том, что все их официальные члены получили клеймо Души Бога от клона Азы. Смерть этих членов привела бы к тому, что клеймо отправило бы сигнал создателю клейма, которым был клон Азы, вместе с местом их смерти. Необычная активация такого количества отпечатков определенно насторожила бы клона Азы. На определенном уровне это могло ускорить пробуждение клона Азы. Линь Хуан также думал о том, что, если его предположения верны, что именно он должен сделать, чтобы противостоять черной бездне. Не придя ни к какому решению, он решил вызвать Блади. Блади подтвердила его предположения, после того, как он описал, что происходит с черной бездной. Согласно информации, которую ты предоставил, твои предположения могут быть верны. Если у клеймо Души Бога есть какой-то механизм оповещения, то если умрет слишком много членов черной бездны, это может пробудить клона Азы напрямую. Итак, я думаю, что я буду действовать непосредственно, чтобы захватить этих официальных членов самостоятельно. Я заберу их королевство и захвачу их живыми, но не буду их убивать, Линь Хуан рассказал Блади о своих мыслях. Ты подумал о том, что может произойти, если смерть не будет единственной вещью, которая приведет в действие клеймо. Например, если те люди из черной бездны будут живы, но не в здравом уме. Что если это тоже приведет к срабатыванию клейма? А что, если их запечатывание или извлечение королевств из их тел приведет к тому, что клеймо сработает и предупредит клона Азы? Нельзя полностью игнорировать такие возможности. Линь Хуан был ошеломлен, услышав слова Блади. Действительно, он никогда не думал об этом раньше. Он подумал, что теперь, когда она напомнила ему об этом, все стало еще более хлопотным. Если это так, то я вообще ничего не могу сделать людям из черной бездны. Ну, не стоит полностью отказываться. Блади подняла голову и посмотрела на Линь Хуана. Она продолжила, сделав небольшую паузу. Ты можешь действовать из-за кулис. Линь Хуан примерно догадывался, к чему она клонит, но все равно не понимал до конца. Это не имеет значения. Если я буду действовать лично, это все равно вызовет пробуждение клона Азы, если многие люди из черной бездны умрут или потеряют рассудок. Я имею в виду, что ты должен спрятаться за кулисами и не показывать себя. Раскрыть информацию о них другим организациям класса ССС и заставить их сражаться с черной бездной, и пусть они захватят живыми как можно больше из них. Когда это произойдет, клон Азы не увидит и не почувствует тебя, когда активируется клеймо. Тем временем, ты можешь воспользоваться возможностью, пока организации класса ССС сражаются с черной бездной, и повысить свои способности настолько, насколько сможешь. Позже, когда появится клон Азы, ты сможешь присоединиться к борьбе. Линь Хуан наконец-то понял ее мысли. Блади имела в виду, что ему не нужно тратить драгоценное время на участие в ранних стадиях войны. Вместо этого он должен воспользоваться возможностью и поднять свои способности настолько, насколько это возможно, чтобы стать достаточно сильным для борьбы с клоном Азы. Если он не будет вмешиваться, война между организациями класса ССС и черной бездной определенно не закончилась бы в течение короткого периода времени. Это обеспечит буфер перед битвой между ним и клоном Азы. Способности клона Азы, по крайней мере, второго или третьего ранга доминантного уровня. За короткий промежуток времени, возможно, я смогу прорваться на второй ранг, но прорваться на третий ранг будет довольно сложно. Линь Хуан наблюдал за способностями этого клона. Он подумал, что вероятность того, что он сможет догнать его в течение короткого промежутка времени была довольно низкой. Ты никогда не думал, что окончательный результат войны будет определяться не черной бездной, а клоном Азы? Если мы не уберем клона из уравнения, мы все равно проиграем эту войну. Согласно информации, которую предоставила черная бездна, он наполовину спит и наполовину бодрствует. Даже без стимуляции из внешнего мира он может проснуться в любой момент. Мы уже узнали из всей раскрытой информации, что нет способа остановить его пробуждение. Поэтому есть только один способ решить эту проблему – победить пробудившегося клона Азы. Понял. Я постараюсь сделать все возможное. Линь Хуан изначально был очень рад, что он смог подняться до доминантного уровня. Однако радость длилась недолго. Теперь он понял, что ответственность, которую он должен был нести, была еще больше. Глава 1823. Публичные враги Вселенной Восточная 28. Зона во Вселенной была местом, где находилась штаб-квартира организации класса ССС «Остров Бога Дракона». Человекообразный монстр с головой дракона, одетый в золотую мантию, внезапно опустил голову и посмотрел на золотое кольцо связи на своем пальце. Хэм, сообщение от неизвестного номера. Разве я не заблокировал прием от неизвестных номеров? Драконоголовый монстр все равно проверил сообщение после некоторого колебания. Прочитав сообщение, он был ошеломлен. Причина заключалась в том, что сообщение начиналось словами «Лунао – шпион из Черной Бездны». Лунао был предыдущим богом-драконом «Острова Бога Дракона». Драконоголовый монстр продолжил читать сообщение. В сообщении содержалось подробное описание планов вторжения Черной Бездны во Вселенную, а также некоторые секреты о клоне Азы. В конце было вложение. Это был полный список всех официальных членов и резервных членов Черной Бездны в Восточной 28-зоне. Драконоголовый монстр, который сомневался, действительно ли Лунао был шпионом Черной Бездны, почувствовал, что сообщение стало более достоверным, когда он закончил читать. Поколебавшись мгновение, он позвонил по номеру отправителя. Однако на экране появилось сообщение, что номер недоступен. Именно Блоди посоветовал Линь Хуану поступить таким образом. Причина заключалась в том, что он отправил подобные сообщения сотням организаций класса СССР. Если бы он принимал звонки и отвечал на них один за другим, то это отняло бы у него много времени. Мало того, люди могли ему не поверить, поэтому он решил использовать одноразовый номер. Он не будет принимать звонки, и люди сами будут выяснять истинность сообщения. Линь Хуан знал, что даже если высшее руководство некоторых организаций класса СССР не поверит в содержание сообщения, то если одна организация в звездной зоне проведет расследование и что-то найдет, то и другие организации класса СССР сделают то же самое. В течение дня почти все высшие руководители организации класса СССР в 20 звездных зонах или около того во Вселенной получили подобные сообщения. Кроме 9 звездных зон, которые были заняты Черной Бездной, Линь Хуан проинформировал всех, включая все звездные зоны, в которых Черная Бездна открыла свои филиалы. Он не ограничился только организациями класса СССР, но и проинформировал высшие руководства организаций класса СССР и класса ССР, в рядах которых были шпионы-резервисты Черной Бездны. В течение этой недели организации в более чем 20 звездных зонах начали быстро выяснять личности этих шпионов. Вскоре они находили одного за другим, убеждаясь, что сообщение Линь Хуана было правдивым. После поимки шпионов эти организации стали действовать сообща и атаковали филиалы Черной Бездны. 9 звездных зон, которые пали, вскоре заметили необычную ситуацию. Члены филиалов из более чем 20 звездных зон начали бежать в 9 звездных зон, которые захватила Черная Бездна. Некоторые из них бежали в другие звездные зоны. Однако Линь Хуан сообщил организациям класса СССР о людях, сбежавших в другие звездные зоны, в тот же день. Поэтому более 10 звездных зон объединились и напали на Черную Бездну. В этот момент Линь Хуан подлил масла в огонь, разослав план Черной Бездны во все организации класса СССР во всей Вселенной. Он даже предоставил им подробную информацию о клоне Азы. Менее чем через 40 дней, осажденные всеми организациями во Вселенной, оставшиеся члены Черной Бездны спрятались в 9 звездных зонах, которые они занимали. Число их членов сократилось. Включая резервных членов, их осталось всего около 800 человек, что составляло менее седьмой части их первоначального состава. В течение последнего месяца члены Черной Бездны почти постоянно находились в оцепенении. Они не могли понять, как произошла утечка информации об их личности и планах Черной Бездны. Теоретически, только менее 300 официальных членов знали о реальном плане. Между тем, среди этих официальных членов, большинство из них общались только со своими партнерами из той же звездной зоны. С другими звездными зонами они вообще не общались. Только несколько практиков в полушаге от доминантного уровня обладали списком всех членов, и только несколько человек могли слить такую информацию. Поэтому оставшиеся несколько практиков в полушаге от доминантного уровня относились друг к другу с подозрением. У оставшихся официальных членов теперь были проблемы с доверием, когда дело касалось нескольких таких практиков. Большинство официальных членов, сбежавших в звездные зоны, занятые Черной Бездной, отказывались сообщать свои координаты. Они даже не захотели присоединиться к встрече, которую организовали несколько практиков в полушаге от доминантного уровня. В итоге они смогли провести только онлайн-совещание. Во время онлайн-встречи один вспыльчивый парень даже усложнил жизнь нескольким другим практикам, прямо заявив, что среди них есть шпион, который всех предал. Поскольку кто-то сказал это открыто, вполне естественно, что у него появились сторонники. Несколько горячих голов объединились, чтобы критиковать других. Поскольку это было онлайн-собрание, практики в полушаге от доминантного уровня не могли их атаковать. Поэтому несколько из них высказывали все, что хотели. Хотя несколько практиков в полушаге от доминантного уровня были взбешены критикой, они не могли ответить им тем же. Они могли только заверить и попытаться убедить их в обратном. Целью встречи было обсудить, что черная бездна будет делать дальше. В итоге немногие представители были вынуждены провести перекрестный допрос. Собрание закончилось без какого-либо определенного результата. Лин Хуан видел, как все это происходило. Казалось, что вся вселенная сейчас находилась внутри его королевства. Естественно, все, что происходило в его королевстве, не могло ускользнуть от его глаз. Он с удовольствием наблюдал за разворачивающимся хаосом. Помимо просмотра шоу, в течение всего этого месяца он не бездельничал. Во-первых, он связался с Цаньши Саним с острова фантазий. Он избавился от всех туш монстров небесного до уровня и тел нескольких членов черной бездны и обменял их на партию королевств. После переработки всех королевств в виртуальной сфере общее количество печати даа в его теле официально перевалило за 20 миллиардов. Теперь у него было 22 миллиарда печати даа. Между тем, количество печати даа в его королевстве перевалило за 60 миллиардов, достигнув 61-4 миллиарда печати даа. Однако Линь Хуан был не совсем доволен этим раундом повышения, так как его способности не трансформировались во время этого процесса. Он понимал, что с тех пор, как он достиг доминантного уровня, есть только один способ получить трансформационное повышение способностей интегрировать больше хаотических космосов. Он знал, что должен покинуть вселенную. Перед уходом парень собрал всех своих имперских монстров, кроме племени жуков. Подняв всех их до седьмого ранга всевидения, он также поднял их боевую мощь до предела небесного до уровня. Он также приказал им захватить членов Черной Бездны. Группа имперских монстров, чей уровень способностей значительно возрос, с энтузиазмом присоединилась к миссии по захвату членов Черной Бездны, не раздумывая, после получения его приказа. Помимо имперских монстров, Линь Хуан также поднял свои десять боевых душ из фигурок бога до семи рангов всевидения. Позже он попросил Вечный Огонь поднять их все до предела небесного до уровня. Дальше он не пошел, так как запасенной энергии Вечного Огня было недостаточно, чтобы поднять кого-либо из них до доминантного уровня. Покончив со всем этим, Линь Хуан вернулся на территорию Великих Небес. Он хотел посмотреть на результаты практики своих слуг меча за эти несколько месяцев, которая протекала в ускоренном в 10.000 раз потоком времени. Проведя сканирование с помощью своего божественного телекинеза, он четко уловил ситуацию со слугами меча. Кроме меча 1, меча 8 и нескольких других, которые успешно стали владыком высшего ранга, остальные были лишь владыками среднего ранга. Очевидно, что даже с помощью ускоренного в 10.000 раз потока времени владыкам было трудно развиваться. Пока Линь Хуан думал о том, как быстрее повысить уровень способностей своих слуг меча, в его ушах внезапно раздался голос. Ты уже на доминантном уровне. Глава 1824. Дворцовый дух проснулся Линь Хуану был знаком этот голос. Тем не менее, он вспомнил, где он его слышал, только через полсекунды. Он быстро посмотрел на источник голоса. Кроме купола Великого Небесного Дворца, в том направлении, куда он смотрел, больше ничего не было. Ты наконец-то проснулся, тон Линь Хуана звучал слегка эмоционально. Я почувствовал твою ауру. Похоже, ты уже прорвался на доминантный уровень, ответил старый голос. Я прорвался меньше двух дней назад, Линь Хуан кивнул. Я долго спал? Сразу же спросил старый голос. Не слишком долго. Всего несколько лет, объяснил Линь Хуан, улыбаясь. Просто скорость повышения моих способностей довольно быстрая. Прошло всего несколько лет, а ты уже вырос до такой степени. В голосе старика явно слышался шок. Я всегда думал, что, хотя твой талант лучше, чем у Великих Небес, ты не будешь намного лучше. Теперь, похоже, я был совершенно неправ. Линь Хуан притворно усмехнулся и не стал ничего объяснять. Как дворцовый дух Великого Небесного Дворца, он вполне логично сравнивал Линь Хуана со своими предыдущими хозяевами. Раз уж ты поднялся до доминантного уровня, то я могу тебе кое-что рассказать. Тон дворцового духа внезапно стал серьезным. Вообще-то, я не до оружия. Линь Хуан хотел сказать, что он знал это с самого начала, но не стал его перебивать. Мой настоящий ранг, хаотическое высшее сокровище, дворцовый дух, казалось, подумал, что Линь Хуан не знал о системе градации сокровищ, поэтому он сразу же объяснил. Есть духовные сокровища, драгоценные сокровища и экзотические сокровища выше до оружия. Ты ведь должен это знать? Я знаю, что есть высшие сокровища выше экзотических сокровищ, и что есть врожденные высшие сокровища и хаотические высшие сокровища, ответил Линь Хуан, кивая головой. Он просто хотел, чтобы все сразу перешло к делу. Я также знаю, что хаотические высшие сокровища крайне редки даже в бесконечной вселенной. Обычно их могут использовать только доминанты 4 и 5 ранга. Дворцовый дух был ошеломлен на секунду, после чего почувствовал облегчение. Поскольку Линь Хуан уже был поднят до доминантного уровня, то знать такую информацию было вполне нормально для него. Хорошо, пожалуйста, продолжай. Линь Хуан помог ему пропустить эту часть. Он просто хотел поскорее услышать историю. Дворцовый дух Великого Небесного Дворца на мгновение замолчал. Казалось, он собирался с мыслями, прежде чем снова заговорить. Мой первый хозяин был на доминантном уровне ранга Д. Он создал меня, улучшив хаотическое королевство, когда был на первом ранге доминантного уровня. Когда я был впервые усовершенствован, я был просто врожденным высшим сокровищем со смутным чувством интеллекта. После того, как он присоединил меня к своему королевству, его боевая сила возросла до 4 ранга. Вместе с ним возвысился и я, став хаотическим высшим сокровищем. К сожалению, в ту же эпоху в бесконечной вселенной родился злой практик. Сразу после своего появления он достиг доминантного уровня 5 ранга. До появления этого парня, доминанты должны были учитывать свою совместимость при интеграции хаотического космоса. Если небесная даа хаотического космоса отвергала их, доминанты обычно не форсировали события. Причина была в том, что принудительная интеграция из-за отсутствия совместимости могла снизить эффективность энергии хаотического космоса. Однако этот парень не только принуждал к интеграции всех хаотических космосов, он убивал других доминантов, чтобы захватить их королевство. Он даже объявил о своем намерении стать доминантом всей бесконечной вселенной. Самое забавное, что его теория воровства пришлась по вкусу многим доминантам, и они стали его последователями. В то время вся бесконечная вселенная стала хаотичной благодаря их действиям. Поскольку все стали их добычей, это заставило доминантов объединиться для борьбы с ними. Мой первый хозяин мог только беспомощно участвовать в войне. После этого война продолжалась много лет. Армия Союза, наконец, победила армию под его крылом и прибыла в его логово. В те времена армия Союза была мощной. Там было 3 доминанта 5 ранга и 20 или около того доминантов 4 ранга. Изначально они думали, что убить его не составит труда, так как с ними было так много практиков. Однако чего все не ожидали, так это того, что его способности оказались еще более ужасающими, чем они себе представляли. В то время он, похоже, достиг предела 5 ранга. Мало того, что он в одиночку сражался с 3 доминантами 5 ранга, у него было достаточно сил, чтобы справиться с боевой формацией, созданной 20 или около того доминантами 4 ранга армии Союза. Он разорвал боевой строй взрывом силы. Мой первый хозяин был убит его атакой, так как он находился в ядре формации. Даже его королевство было разорвано на части в результате атаки. Он, который всегда был непобедим в моих глазах, не смог выдержать даже одной атаки и был убит мгновенно. В конце войны доминант 5 ранга погиб, а двое других получили ранение, когда они запечатали его. Менее трети доминантов из армии Союза выжили. Более того, те, кто выжил, были тяжело ранены. После этого, поскольку я пострадал от удара битвы и был сильно поврежден, один доминант извлек меня и восстановил до определенной степени. Затем он запечатал меня и отдал практику начального до уровня. В дальнейшем мое состояние не изменилось. После смены нескольких хозяев и интеграции в несколько различных хаотических королевств, я никогда не сталкивался с сильными практиками доминантного уровня. Линь Хуан быстро задал вопрос, который он хотел задать после того, как выслушал рассказ Дворцового Духа. Этого разрушителя, появившегося из ниоткуда, звали Аза. На самом деле он уже догадался об этом, когда услышал, как Дворцовый Дух сказал, что на момент появления этот человек уже был доминантного уровня 5 ранга. Дворцовый Дух был ошеломлен, когда услышал его вопрос, откуда ты знаешь, в какой-то степени, можно считать, что я дважды спарринговался с его клоном. Линь Хуан не думал, что эти две встречи были счастливыми. Ты спарринговался с его клоном? Тон Дворцового Духа стал осторожным. Меня чуть не убили, так что, думаю, это едва ли можно считать спаррингом. Линь Хуан самозабвенно захихикал. Дворцовый Дух только теперь осознал, что он неправильно понял, что имел в виду Линь Хуан. Он думал, что тот имел в виду, что они знакомы. Очень скоро Линь Хуан рассказал ему о двух встречах с клоном Азы. Выслушав, Дворцовый Дух воскликнул. Тебе так повезло. Ты рассказал мне эти секреты. Тебе нужна помощь в чем-то? Спросил Линь Хуан. Я хотел бы присоединиться к твоему королевству, сказал Дворцовый Дух Линь Хуану о своем желании, немного смутившись после секундного колебания. Не дождавшись ответа Линь Хуана, он продолжил говорить. Моя печать может быть полностью снята, только если я присоединюсь к королевству доминантного уровня. Только сила доминанта может полностью восстановить меня. Текущий предел ускорения моего потока времени составляет 10 000 раз. Когда с меня будет снята печать, я смогу обеспечить ускорение временного потока в миллион раз. Мало того, диапазон не будет ограничен территорией Великих Небес. Он будет охватывать все твое королевство. Помимо этого, я также могу установить различные временные потоки для разных зон. Я могу установить максимум 9 зон с разными временными потоками. Ты можешь выбирать ускорение или замедление течения времени в этих зонах. Кроме того, ускорение временного потока в миллион раз – это только базовый уровень. По мере роста твоей боевой мощи эффект ускорения временного потока будет увеличиваться. Можно ускорить течение времени во всем королевстве в 100 миллионов раз, чтобы развивать таланты. Также подавляет все, о чем ты говоришь, это преимущество. У меня только один вопрос. Каковы недостатки? Спросил Линь Хуан, задумавшись на мгновение. Никаких. Я хаотическое высшее сокровище. Природа моего использования ничем не отличается от оружия и доспехов. Отлично. Линь Хуан сразу же согласился с его просьбой. Глава 1825. Копия звездной карты после того, как он потратил пару минут на интеграцию Великого Небесного Дворца со своим королевством, аура Великого Небесного Дворца явно возросла. Хотя сила его ауры еще не достигла уровня его оружия бога, но теперь он явно был высшим сокровищем. По мере интеграции Линь Хуан понял, что теперь он может самостоятельно регулировать ускорение течения времени во всем королевстве. Он мог не только ускорять, но и замедлять, а также устанавливать разные временные потоки для разных зон. Сначала он настроил ускорение временного потока во всем королевстве в миллион раз быстрее. Впоследствии он почувствовал, что что-то не так, и установил ускорение времени в зоне, где находилось племя жуков, в 100-0-0-0 раз. Он сделал это в основном потому, что уровень рождаемости племени жуков был слишком ужасающим. Он беспокоился, что если он будет слишком занят и не успеет проконтролировать изменения в королевстве, то племя жуков может захватить все королевство. В конце концов, при ускоренном в миллион раз течение времени, даже если во внешнем мире проходило всего 1-2 дня, в королевстве проходили тысячи лет. На протяжении этих тысяч лет одной королевы матери было достаточно, чтобы произвести на свет ужасающее количество войск племени жуков, не говоря уже о том, что в его королевстве было больше одной королевы матери. Он подавил скорость развития племени жуков до одной десятой от других племен, чтобы предотвратить подобную случайность. Отрегулировав течение времени, Линь Хуан проверил другие функции Великого Небесного Дворца. Помимо раздельного течения времени в разных зонах, он также обладал функцией подавления. Он мог замораживать измерения или время конкретной цели. Однако эти два эффекта подавления зависели от уровня способностей Линь Хуана. Он был бесполезен против тех, кто мог разорвать королевство Линь Хуана на части. Между тем, первое, о чем подумал Линь Хуан, когда увидел эту функцию, было не заключение врагов в тюрьму, а способность хранить предметы. Он решил, что сможет полностью запечатать предметы, которые нужно было сохранить в Великом Небесном Дворце. Это было гораздо лучше, чем хранить их в своем хранилище. Естественно, дворцовый дух не знал, что у него были такие мысли. Немного ознакомившись с тем, как использовать Великий Небесный Дворец, Линь Хуан просканировал изменения во всем королевстве, проверил, как дела у Линь Сини остальных, и только после этого извлек свое сознание из тела. Он подумал о том, с чем ему еще предстоит справиться, и вспомнил о четырех благословениях, которые получил его клон. На самом деле он уже присмотрелся к функциям этих четырех благословений. Они ему не подошли, и он сразу же отложил их в сторону. Теперь он достал их, чтобы тщательно изучить. Среди четырех благословений три были второго класса, а один – третьего. Все четыре служили в качестве вспомогательных средств. Они не могли напрямую повысить способности и боевую силу человека. Кроме того, Линь Хуан не был заинтересован в благословениях этих классов. Немного подумав, он скормил все четыре благословения Сяхою. Казалось, что после этого ничего не изменилось, поэтому он не стал больше ничего спрашивать. После кормления Линь Хуан тщательно проверил состояние Сяхоя. Убедившись, что он ничего не упустил, он достал золотую карту. На верхней части карты было изображение острова, а на обратной стороне карты были сложные татуировки. Да, Сяхоя не стал укреплять эту карточку. Это был пригласительный билет острова Фантазий. По сравнению с другими пригласительными, которые были одноразовыми и имели определенный лимит времени на вход и выход, пригласительный, который держал в руках Линь Хуан, был выдан Цань Ши Саним. Он мог входить на остров Фантазий, когда пожелает, и не было никаких ограничений по времени. В действительности Линь Хуан использовал врата всех сфер, чтобы записать координаты острова Фантазий. Чтобы попасть на остров, ему не требовалось пригласительного билета. Однако, поскольку Цань Ши Сань дала ему его, он решил, что будет лучше, если он воспользуется карточкой, чтобы телепортироваться туда. Это было похоже на друга, который дал вам ключ от своего дома. Поскольку вы могли войти в его дом с помощью ключа, не было необходимости входить через окно. Слегка переодевшись, Линь Хуан направил логическую силу в карту в своей руке. В следующую секунду он появился возле магазина Тишина на острове Фантазий. Он поднял голову, чтобы взглянуть на вывеску, а затем сразу вошел внутрь. «Я ищу Цань Ши Саня», — сказал Линь Хуан через голосовую передачу, когда увидел молодую девушку, приветствующую его. Девушка на секунду застыла в оцепенении, но потом снова улыбнулась и сказала, «Пожалуйста, пройдемте со мной, сэр». Очень скоро Линь Хуана, как и раньше, провели на пятый этаж. Он вошел внутрь, увидев знакомый номер комнаты. Цань Ши Сань, одетый в официальную одежду, сидел перед журнальным столиком. Он помахал рукой Линь Хуану. «Присаживайся, поболтаем». Линь Хуан сел напротив Цань Ши Саня, когда услышал это. Увидев, как он непринужденно заваривает чай, он не мог не сказать, «Я завидую твоей жизни». Цань Ши Сань улыбнулся, «Это всего лишь мой клон. Моя настоящая жизнь не так хороша, как эта». Линь Хуан приподнял брови. Как раз когда он собирался спросить, Цань Ши Сань сменил тему. Он передал Линь Хуану чай, который только что заварил. «Давай не будем об этом. Ты здесь для того, чтобы обменяться предметами или информацией». Информацией Линь Хуан не стал спрашивать дальше, заметив это. Он сделал глоток чая, но не мог не нахмуриться. Чай был слегка горьковатым, но вскоре он расслабился, так как после горечи появилась сладость. Он стал смаковать сладость на языке. Цань Ши Сань ясно увидел его реакцию. «Я купил этот чай много лет назад. Мне он не понравился, и я отложил его в сторону. Два дня назад я случайно наткнулся на него снова. Я забыл, какой он на вкус, поэтому попробовал его снова. Оказалось, что после повторной пробы он мне очень понравился. Просто вначале он горький». Линь Хуан слегка кивнул. «Будь то сладость или вкус, это был хороший чай». Цань Ши Сань слегка кивнул и медленно сделал еще один глоток. Он поставил чашку и спросил, какую информацию ты хотел бы получить. «Я хотел бы получить звездную карту бесконечной вселенной. Чем подробнее, тем лучше. Лучше всего, если на ней будут отмечены невостребованные хаотические королевства». Линь Хуан прямо изложил Цань Ши Саню свою просьбу. «Полной звездной карты бесконечной вселенной не существует», сказал Цань Ши Сань, подняв глаза и посмотрев на Линь Хуана. «Потому что она все время расширяется и порождает все больше хаотических королевств». «Есть версия звездной карты, которая близка к завершению». «Эта версия, созданная около 300 000 лет назад». «Однако эта версия звездной карты имеет смехотворно высокую цену, так как она охватывает самый большой диапазон, а ее авторские права являются частной собственностью». Цань Ши Сань сделал паузу, когда договорил до этого момента. «Тем не менее, я не рекомендую покупать эту версию, так как прошло около 300 000 лет. Бесконечная вселенная значительно изменилась. Многие из невостребованных хаотических королевств уже были усовершенствованы, и распределение организаций также значительно изменилось». «Сколько стоит эта звездная карта?» с любопытством спросил Линь Хуан. «По крайней мере, цена врожденного высшего сокровища. Ты сможешь получить ее, заплатив цену двух-трех врожденных высших сокровищ». Цань Ши Сань сделала еще один глоток чая. «Это действительно слишком дорого», сказал Линь Хуан, чувствуя себя виноватым. «Хотя у него было несколько хаотических высших сокровищ, он хотел использовать их сам. Он не мог позволить себе заплатить цену за врожденные высшие сокровища. «Я думаю, тебе нет необходимости покупать эту звездную карту», продолжала говорить Цань Ши Сань, поставив чашку с чаем. «Я могу дать тебе звездную карту бесплатно». В нее включены зоны вокруг Вселенной. Диапазон не считается большим, но он подробный. Кроме того, это последняя версия, вышедшая в этом году. Линь Хуан был очень тронут услышанным, но чувствовал себя неловко. Цань Ши Сань, казалось, догадался, о чем думает Линь Хуан, после чего продолжил. «Эта звездная карта находится в открытом доступе в Бесконечной Вселенной. Ты можешь скачать ее, если подключишься к интернету. Естественно, я не могу взять с тебя за это деньги. Я взял довольно большую комиссию с последней сделки, поэтому я дам тебе устройство связи для Бесконечной Вселенной бесплатно. Это будет удобнее для тебя, когда ты покинешь Вселенную. Тогда спасибо». Линь Хуан не стал ходить вокруг да около. Устройство связи ничего не стоило, но было гораздо удобнее получить его от Цань Ши Саня, чем покупать самому, покинув Вселенную. Глава 1826. Золотая Вселенная. Получив звездную карту от Цань Ши Саня, Линь Хуан изучил ее, как только вернулся во Вселенную. По словам Цань Ши Саня, хаотическая звездная зона, в которой находилась Вселенная, называлась Золотой Вселенной. В Золотой Вселенной существовали десятки миллиардов хаотических космосов, подобных Вселенной. В то же время во всей Бесконечной Вселенной существовали по меньшей мере миллиарды хаотических звездных зон, подобных Золотой Вселенной. Золотая Вселенная была небольшой среди хаотических звездных зон. Более крупные хаотические звездные зоны могли содержать миллиарды хаотических космосов. Звездная карта, которую предоставил Цань Ши Сань, была лишь звездной картой Золотой Вселенной. На самом деле Линь Хуану этого было достаточно. После проецирования звездной карты он увидел галактику, которая была похожа на Золотую реку. Точки света на звездной карте были не звездами, а хаотическими космосами, похожими на Вселенную. Лин Хуан просканировал ее, используя свой божественный телекинез. На звездной карте было более 80 миллиардов световых точек. Он понял, что это означает, что в Золотой Вселенной было более 80 миллиардов хаотических космосов. Так много невостребованных хаотических космосов. Лин Хуан, после тщательной проверки информации на звездной карте, был шокирован. Он с удивлением обнаружил, что более 99% хаотических космосов в Золотой Вселенной были невостребованными. Изначально он думал, что все доминанты в Бесконечной Вселенной всеми силами объединят их со своими королевствами, чтобы укрепить себя. Поэтому большинство хаотических космосов в Бесконечной Вселенной уже должны были быть востребованы. Однако, поразмыслив, он понял, почему оставалось так много невостребованных хаотических космосов. Одна из причин заключалась в том, что в Бесконечной Вселенной было ограниченное количество доминантов. По сравнению с бесчисленными хаотическими космосами, доминантов, представляющих высший уровень боевой мощи в Бесконечной Вселенной, было слишком мало. Хотя все доминанты в Бесконечной Вселенной, имевшие пять ранг, усовершенствовали десятки тысяч хаотических космосов, возможно, число усовершенствованных ими хаотических космосов составляло менее одной сотой от общего числа хаотических космосов в Бесконечной Вселенной. Не говоря уже о том, что за всю историю Бесконечной Вселенной было всего несколько практиков доминантного уровня пять ранга. Линь Хуан очень скоро вспомнила второй причине. Совместимость была важным фактором для интеграции доминантов с хаотическим космосом. Небесные до некоторых хаотических космосов даже были рождены, чтобы противостоять интеграции с любым королевством доминатов. Между тем, поскольку доминанты имели достаточно хаотических космосов, было вполне естественно, что они хотели интегрироваться только с теми хаотическими космосами, которые имели высокую совместимость с ними. Причина заключалась в том, что чем выше уровень совместимости, тем меньше времени занимала интеграция, тем больше силы они получали и тем быстрее овладевали хаотическим космосом. Это также было причиной того, что ни один доминант не хотел интегрироваться со многими хаотическими космосами. Однако для Линь Хуана это была, несомненно, отличная новость. Бесчисленное количество невостребованных хаотических космосов означало, что у него есть свобода выбора. Проверив координаты Вселенной и отметив все свободные хаотические космосы, он вскоре выбрал маршрут. Он планировал посещать хаотические космосы один за другим. В качестве первого хаотического космоса я выбираю тебя. Линь Хуан уставился на звездную карту, чтобы запомнить маршрут. Затем он использовал силу доминанта, чтобы спроецировать свою волю на хаотический космос, который находился ближе всего к Вселенной. Невостребованные хаотические космосы отвергали проникновение доминантов извне. Их небесная даа принимала только тех доминантов, которые были порождены их собственным хаотическим космосом. Поэтому доминанты извне могли только проецировать свою волю, если хотели войти. При этом способность проекции воли должна была соответствовать доминантному уровню. На самом деле, проецировать волю в хаотическом космосе могли только такие практики. Причина заключалась в том, что для такой проекции требовалась мощная душа Бога. Мало того, для осуществления проекции воли нужно было использовать силу доминанта и пространственную силу хаотического космоса. Чем мощнее душа Бога, тем больше хаотических космосов он интегрировал, и чем мощнее сила доминанта и пространственная сила, тем дальше могла простираться проекция воли. Нынешний Линь Хуан, вероятно, мог проецировать свою волю только на сотни хаотических космосов вокруг Вселенной. Он не мог проецировать ее дальше этого расстояния. Он даже подумал о том, что ему, возможно, придется искать другое решение, если среди сотен хаотических космосов, окружающих Вселенную, не найдется подходящего. Он телепортировал себя из Вселенной и спроецировал свою волю дальше, чтобы исследовать. Как только Линь Хуан спроецировал свою волю на первый хаотический космос, он распространил свой божественный телекинез, прорвался сквозь пространство и вошел в измерение, где находилась небесная даа. Что происходит? Никого нет дома. Линь Хуан просканировал своим божественным телекинезом все измерение, но он не увидел небесной даа в хаотическом космосе. Он даже не почувствовал ауры, оставленной небесным даа. Казалось, прошло много времени с тех пор, как небесная даа был дома. Что случилось? Линь Хуан был в замешательстве. Естественно, он не мог общаться с небесным даа, так как его не было дома. Немного подумав, Линь Хуан вспомнил о своем божественном телекинезе. Затем он снова применил свой божественный телекинез, охватив все звездные зоны и миры вокруг. Очень скоро он обнаружил, что в хаотическом космосе идет война. Города были приведены в состояние повышенной боевой готовности, и многие существа бездны вторглись в них. Однако Линь Хуан никогда не видел большинство абиссальных существ, которые вторгались в хаотический космос. В их аурах было даже небольшое различие. Тем не менее, с первого взгляда он мог сказать, что эти существа были заражены азой. Линь Хуан задумался. Существа бездны были другими, поэтому, возможно, виды хаотического космоса отличались от Вселенной. Парень просто просканировал окрестности и через мгновение появился в другой звездной зоне. Его целью было побеседовать с Небесным, да, он не собирался вмешиваться в войну хаотического космоса. Прибыв в новую звездную зону, Линь Хуан снова применил божественный телекинез. В этой зоне была такая же ситуация, как и в предыдущей. Она также была охвачена войной. Однако это место пало еще больше. От силы сопротивления осталось лишь 30%. Линь Хуан телепортировался 10 раз один за другим. К тому времени он уже почти осмотрел половину всего хаотического космоса. У него было приблизительное понимание хаотического космоса. Более половины хаотического космоса было занято бездной. Местным жителям было крайне сложно переломить ситуацию. Линь Хуан почти предвидел, что это лишь вопрос времени, когда хаотический космос будет полностью заражен бездной. Он решил не обращать на это внимания. В конце концов, это был не его хаотический космос. Это было чужое дело. Если Небесный до этого хаотического космоса захочет объединиться с ним, он не будет возражать против вмешательства. Однако, прогулявшись, он не обнаружил никаких следов Небесного доа. Он знал, что Небесный доа хаотического космоса должно было заметить его существование, но оно решило не встречаться с ним. Парень не мог принудить его, так как оно отказалось общаться с ним. Он мог только забыть об этом. Глава 1827. У Небесного доа тоже есть характер. Неудача в общении с первым хаотическим космосом полностью соответствовала ожиданиям Линь Хуана. С самого начала он знал, что найти хаотический космос с высокой совместимостью было сложно. Иначе все доминанты интегрировали бы хаотические космосы из бесконечной Вселенной до тех пределов, которые могло вместить их королевство. Однако он не ожидал, что даже не увидит Небесный доа первого хаотического космоса, который он посетил. Парень думал, что если они встретятся и пообщаются, то у них будет определенный шанс на успех. Даже если процент успеха составит всего 10%, он сможет интегрировать около 10 или около того хаотических космосов, если пообщается с сотнями из них. Он немного беспокоился, что если все Небесные доа будут действовать так, как сейчас, то это будет хлопотно. Если они даже не встречались с ним, то вполне естественно, что они не могли общаться. Если бы ситуация была такой же для всех сотен хаотических космосов, которые он посетит, то вполне возможно, что он не смог бы интегрироваться даже с одним хаотическим космосом. Оставалось надеяться, что Небесный доа этого хаотического космоса была исключением. Линь Хуан нахмурился и на мгновение задумался, после чего отозвал проекцию воли из ближайшего к нему хаотического космоса. Очень скоро он выбрал второй хаотический космос и снова проецировал свою волю. На этот раз его проекция воли не вторглась в измерение Небесного доа. Вместо этого он использовал свой божественный телекинез и сначала наблюдал за внутренним состоянием хаотического космоса. Наблюдая за ситуацией, он не мог не нахмуриться. Этот хаотический космос был похож на первый, в который вторглась бездна. Просто ситуация была немного лучше. Примерно 30% его территории было занято существами бездны. Похоже, что близлежащие зоны могли быть выбраны клоном азы. Интересно, это один и тот же клон или несколько разных? Лин Хуан сделал предварительное предположение, наблюдая за ситуацией в хаотическом космосе. Тем не менее, он мог подтвердить истинность своих догадок только после изучения других хаотических космосов. Немного изучив хаотический космос, Лин Хуан понял, что небесная доа хаотического космоса определенно заметила его. Просто оно не проявляло инициативы, чтобы общаться с ним. Немного подумав, Лин Хуан решил взять инициативу в свои руки. Он снова применил свой божественный телекинез и прорвался сквозь пространство, попав в измерение, где находилась небесная доа. Он втайне обрадовался, когда увидел в воздухе огромное лицо. Это дом. Гигантское лицо было ошеломлено, после чего оно яростно завопило и атаковало его духовное тело. Убирайся. Небо, полное молнии и огня, мгновенно заполнило все измерения. Оно собрало в себе силу всего хаотического космоса. Тем временем Лин Хуан только послал свою проекцию воли, которая была ниже доминантного уровня. Чувствуя себя беспомощным, он мог только избавиться от своего духовного тела и убрать божественный телекинез из измерения. Небесная доа действительно в ярости от того, что я вторгся в его измерение. Но как же мне тогда общаться с ним? В конце концов, прорваться сквозь пространство и вторгнуться в измерение с помощью своего духовного тела божественного телекинеза было равносильно тому, чтобы выломать чью-то дверь и войти в его дом. Действительно, это было довольно грубое поведение. Он уже делал это во Вселенной, потому что Небесная доа тайно наблюдала за ним. Более того, он был местным жителем Вселенной, поэтому Небесная доа не осуждал его поведение. Однако в других хаотических космосах он был чужаком. Мало того, он взял на себя инициативу вторгнуться в их измерения. Ситуация была иной. В тот момент, когда Лин Хуан думал, что делать, Небесная доа внезапно превратилась в гигантское лицо и появилась в небе над его головой. Не успел Лин Хуан порадоваться тому, что Небесная доа проявила себя, как оно начало аккумулировать все силы всего хаотического космоса. Оно явно хотело убить его проекцию воли. Умри, захватчик. Подожди. Лин Хуан не паниковал. Он прямо прервал его. Я не захватчик. Я не один из этих существ бездны. Ты можешь почувствовать мою ауру. Лин Хуан протянул ладонь. В его ладони образовался шар кровавого цвета силы доминанта. Небесная доа приостановилась, увидев это. Только тогда оно заметило, что аура Лин Хуана действительно отличалась от ауры тех захватчиков. Оно вело себя иррационально от ярости, поскольку было шокировано, когда Лин Хуан использовал божественный телекинез, чтобы вторгнуться в его измерение. Оно совсем не заметило разницы. Немного успокоившись, оно не стало вспоминать о своей атаке. Вместо этого оно спросило. Зачем ты пришел сюда? Очевидно, оно поняло, что Лин Хуан был доминантом, и что он просто отправил сюда проекцию своей воли. Я не так давно поднялся до доминантного уровня. Я путешествую по бесконечной вселенной, и ищу возможность интегрироваться с хаотичными космосами. Лин Хуан рассказал о своей ситуации в общих чертах. Однако небесная доа, выслушав его, отказала ему. Я не заинтересован в интеграции с чьим-либо королевством. Иди ищи другие хаотические космосы. Конечно, Лин Хуан не собирался принуждать его. Я просто хочу напомнить тебе, что с этими существами бездны трудно иметь дело. Похоже, что за ними стоит практик доминантного уровня 5 ранга. Его клон просыпается. Он может отправить свою проекцию воли, чтобы сразиться с тобой. Он может даже прийти сам. Это мое дело. Тебе не стоит об этом беспокоиться, холодно сказала небесная доа. Тогда я увижу тебя, когда увижу. В то же время, когда Лин Хуан произнес эти слова, он вспомнил о своей проекции воли. Во вселенной настоящий Лин Хуан сидел на диване в гостиной и молча воспроизводил события предыдущего визита. Хотя во время визита он видел небесное доа, а также общался с ним, небесное доа явно враждовало с чужаками. Он не знал, был ли это его характер, или он стал таким только после вторжения бездны. Если бы он вовремя не выпустил свою ауру и не дал небесному доа понять, что он отличается от тех существ бездны, его проекция воли могла быть убита. Что касается недружелюбия небесного доа после того, как он раскрыл свою личность, он не знал, было ли это вызвано его вторжением в его измерение или потому, что он враждовал с чужаками. Возможно, это было и то, и другое. Ужасно вторгаться в его измерение напрямую. Это все равно, что ломать чью-то дверь, подумал Лин Хуан, нахмурившись. Но как мне общаться с ним, если я не сделаю этого? В конце концов, судя по нынешней ситуации, небесная доа, похоже, не собиралась проявлять себя для общения с посторонними. Чтобы пообщаться с ним, нужно было действовать более активно. Я могу сделать карту связи, которая нацелена на его координаты. Ты сможешь общаться с ним через голосовую передачу напрямую. Сяхой внезапно заговорил, почувствовав затруднительное положение Лин Хуана. Карта связи переспросил Лин Хуан, услышав. Связь будет работать с небесным доа, которое не является сущностью. Да, утвердительно ответил Сяхой. Тогда давайте попробуем. Лин Хуан был взволнован. Почти не раздумывая, он выбрал третий хаотический космос и снова отправил проекцию воли. Глава 1828. Общение было успешным. Когда проекция воли Лин Хуана прибыла в третий хаотический космос, он не стал сразу же связываться с его небесным доа. Вместо этого он направил свой божественный телекинез, чтобы наблюдать за внутренней ситуацией хаотического космоса. То, что он увидел, подтвердило его предыдущие предположения. Хаотические космосы по всей Вселенной, казалось, были захвачены бездной. Однако ситуация в этом хаотическом космосе была лучше, чем в двух предыдущих. На данный момент лишь менее 10% его территории было захвачено существами бездны. Местные живые существа с энтузиазмом сопротивлялись. Мало того, общие способности этого хаотического космоса были самыми мощными среди двух других. Здесь было 9 практиков в полушаге от доминантного уровня, а также около 50 практиков небесного доуровня. Судя по текущей ситуации, количество практиков из бездны было меньше половины от числа местных жителей. Однако Линь Хуан не слишком доверял этому хаотичному космосу. Если местные власти не смогут очистить его от всех существ и шпионов бездны, и не исключат этот хаотический космос из списка целей клона Азы, то он ничем не будет отличаться от тех хаотических космосов, дела которых шли еще хуже, чем у них. Как только клон Азы проснется, нынешнее превосходство хаотического космоса мгновенно исчезнет. Подтвердив внутреннюю ситуацию хаотического космоса, Линь Хуан заставил Сиахе закрепить карту связи. После того, как карта была раздавлена, она превратилась в искры в небе. Через мгновение перед Линь Хуаном появилось окно с уведомлением. Небесная даа стала целью. Активирована функция связи. В то же время, когда появилось уведомление, руководство пользователя карты было автоматически отправлено в его сознание. Линь Хуан использовал божественный телекинез в соответствии с руководством по эксплуатации и зафиксировал небесной даа. Затем он заговорил с помощью божественного телекинеза, передавая голос. Привет, я доминант из другого хаотического космоса. В настоящее время я путешествую по золотой вселенной. Я только что прибыл со своей проекцией воли и узнал, что твой хаотический космос подвергается вторжению. Линь Хуан не стал напрямую упоминать об интеграции с небесным даа. Вместо этого он попытался поговорить о текущей ситуации. Ведь теоретически, небесный даа могло ответить на его вопрос. Если это произойдет, то первый раунд общения будет успешным. Как ты со мной разговариваешь? Небесная даа ответила через голосовую передачу после минутного молчания. Оно не ответило на слова Линь Хуана. Вместо этого оно задало ему другой вопрос. Тем не менее, для Линь Хуана это было отличным началом. По крайней мере, небесная даа не отказалась общаться с ним напрямую. У меня свои методы, улыбнувшись, ответил Линь Хуан. Небесная даа снова заговорила после минутного молчания. Ты упомянула вторжение. Знаешь ли ты, откуда они пришли? Линь Хуан приподнял брови и втайне подумал. Почему этот парень такой умный? Он подумал об этом и решил, что ему нет нужды лгать. Да. Я заметил много хаотических космосов, находящихся в похожей ситуации, как у вас, пока я путешествовал. На них нападали похожие монстры. Честно говоря, ваш уровень заражения наименьший среди всех, что я видел. Насколько я знаю, эти захватчики пришли из места под названием Бездна. Если быть точным, это измерение снов могущественной сущности. Предполагается, что эта сущность – Доминант 5 ранга. Именно его клон управляет этими вторгшимися монстрами. Более того, его клон сейчас находится в полусонном состоянии. Он может проснуться в любой момент. Как только он проснется, все будет бесполезно, даже если все практики в полушаге от Доминантного уровня и практики Небесного до уровня в вашем хаотическом космосе будут работать вместе. Небесная до основа погрузилась в молчание. Только спустя некоторое время оно снова заговорило. Откуда мне знать, что ты не пытаешься запугать меня? И как я могу быть уверен, что ты не являешься их сообщником? Во-первых, мне совсем невыгодно придумывать ложь, чтобы напугать меня. Во-вторых, моя аура полностью отличается от их ауры. Ты должен быть в состоянии легко это почувствовать. Наличие другой ауры не доказывает, что ты не один из них. Эти ребята послали шпионов в мой хаотический космос. Я не могу исключить возможность того, что ты не один из их шпионов, основываясь только на твоей ауре. Лин Хуан потерял дар речи от этих слов. Он не мог понять, откуда у Небесного до такая дотошная логика. Кроме того, разве такие доминанты, как ты, не любят уговаривать Небесных до хаотических космосов объединиться с твоим королевством? Возможно, сейчас ты это выдумал, а потом будешь придумывать отговорки, чтобы работать с другими сильными практиками для борьбы с врагами. Твоя настоящая цель – просто убедить меня присоединиться к твоему королевству. Это слишком, чтобы назвать это уговариванием. Лин Хуан не мог не потереть нос. Он не мог поверить, что Небесная до раскрыла его истинные намерения. Действительно, он хотел рассказать ему об опасностях бездны, прежде чем попросить о совместной борьбе с врагами и объединении с его королевством. Но оно сказало все, что он хотел сказать. Раз уж так, не буду ходить вокруг да около. Информация о бездне, о которой я тебе рассказал, правда. Ничего из этого не было ложью. Однако, это также правда, что я хочу, чтобы ты присоединился к моему королевству. Причина в том, что хаотический космос, в котором я нахожусь, также переживает тот же кризис, что и ты. Сейчас я только на доминантном уровне 1 ранга. Если этот клон 5 ранга проснется, то я не смогу ему противостоять. Я должен интегрировать больше хаотических космосов, чтобы повысить свои способности, чтобы быть в состоянии честно сражаться с ним, вплоть до того, что я смогу даже убить его, чтобы разрешить кризис в моем хаотическом космосе. Небесная Даа надолго замолчала и не говорила после слов Линьхуана. Как раз когда он подумал, что Небесная Даа откажется продолжать общение с ним, оно наконец снова заговорило. Я чувствую, что то, что ты сказал, должно быть правдой, но мне нужно время, чтобы разобраться в своих мыслях и все обдумать. Ты можешь сначала проверить другие хаотические космосы. Тебе не нужно тратить время на ожидания здесь. Ответ Небесного Даа, казалось, превзошел все ожидания Линьхуана. На самом деле он был готов к тому, что его отвергнут, однако оно не отвергло его, хотя оно не согласилось с его просьбой, оно явно верило в то, что он сказал. Он мог полностью понять его колебания, поэтому парень не стал настаивать. Хорошо, подумай об этом. Его клон может проснуться в любой момент, поэтому время сейчас поджимает, поэтому я не могу оставаться и ждать твоего решения. Надеюсь, ты сможешь это понять. Приходи через несколько дней. Возьми эти несколько дней, чтобы все обдумать. Каким бы ни было твое решение, я приму его. Хорошо, увидимся через несколько дней, ответила Небесная Даа. Линьхуан не стал терять времени. Он отозвал свою проекцию воли. Его настоящее тело во Вселенной выпустило длинный выдох. Он чувствовал, что такое общение было более утомительным, чем сражение. Хотя результат непонятный, общение можно считать вполне успешным. Кроме того, это не совсем плохой результат. Глава 1829. Успешное убеждение. Линьхуан успокоился после трех неудачных попыток подряд. В конце концов, он ожидал такого исхода с самого начала. Теперь, когда он снова и снова получал отказ в реальности, это подтвердило его ожидания. Похоже, мне нужно быть готовым на 101%, чтобы добиться успеха в 0,1%. Линьхуан успокоил себя. Он воспроизвел разговор между ним и Третьим Небесным Даа и провел несколько минут в раздумьях. Только после этого он выбрал четвертый хаотический космос и отправил туда проекцию своей воли. Как и ожидал Линьхуан, в четвертый хаотический космос также вторглась бездна. Вторжение заняло почти 40% хаотического космоса. Он попытался связаться с Небесным Даа. Он даже использовал свою заранее подготовленную речь, над которой он работал. Однако на этот раз Небесный Даа сделала вид, что не слышит его на протяжении всего процесса. Оно вообще не отвечало ему. Это заставило Линьхуана подумать, что что-то пошло не так с коммуникационной картой. О том, что с картой все в порядке, он узнал только после того, как спросил об этом Сяхая. Небесный Даа мог слышать его голос, но он просто проигнорировал его. Чувствуя себя беспомощным, Линьхуан мог только сдаться. Я действительно ничего не могу сделать, когда сталкиваюсь с теми, кто отказывается общаться. Он знал, что ему не нужно тратить время, когда он сталкивается с теми, кто отказывается общаться. Причина этого заключалась в том, что затраты на убеждение были бы слишком высоки, а процент успеха был бы ничтожно мал. Отозвав проекцию воли, Линьхуан без колебаний спроецировал ее на пятый хаотический космос. Пятый хаотический космос также подвергался вторжению бездны. Однако прогресс вторжения здесь был еще ниже, чем в третьем хаотическом космосе, и составлял около 8%. С Небесным Даа этого хаотического космоса было легко разговаривать. Оно поболтало с Линьхуаном некоторое время, это можно было даже считать радостной беседой. Линьхуан думал, что после беседы его ждет несомненный успех, но в конце концов оно все же заколебалось, сказав, что ему нужно время, чтобы все обдумать. Затем парень отозвал свою проекцию воли и, улыбаясь, дразняще сказал, я думал, что точно получу его. Этот парень, он получил от меня столько информации о бездне, а в итоге сделал это со мной. Даже ему пришлось признать, что Небесная Даа, с которым он общался в этот раз, была совсем как человек. Он также понял, что у Небесных Даа были самые разные характеры, как и у людей, у каждого из них были свои характеры и личности. После окончания разговора Линьхуан прокрутил в голове весь разговор и снова улучшил свою заранее подготовленную речь. Только после этого он в шестой раз спроецировал свою волю. Затем в седьмой, восьмой и девятый раз он потерпел неудачу 13 раз подряд. Хотя юноша не чувствовал себя неудачником, он чувствовал себя немного измотанным. Причина была в том, что ему приходилось следить за всем, что он говорил во время такого разговора. Иногда ему приходилось читать между строк слова Небесного Даа. Каждый раз, когда разговор заканчивался, ему приходилось мысленно переигрывать каждое предложение и ломать голову, чтобы улучшить свою речь. К счастью, хотя ни один из 13 разговоров не увенчался успехом, на самом деле только половина из них отвергла его, а остальным требовалось время на размышления. После окончания 13-го разговора Линь Хуан снова мысленно воспроизвел предыдущий разговор. Затем он выбрал 14-кратко и хаотический космос и снова спроецировал свою волю. Он уже привык к этому процессу. Сначала он использовал божественный телекинез, чтобы проверить внутреннее состояние хаотического космоса. Однако в этот раз он не мог не нахмуриться. Парень с удивлением обнаружил, что везде, где его божественный телекинез сканировал пространство, вторглись существа бездны. Линь Хуан телепортировался в несколько мест. Он тщательно осмотрел весь хаотический космос. Боюсь, этот хаотический космос полностью разрушится в течение нескольких месяцев. В ходе исследования с помощью божественного телекинеза он увидел, что более 95% хаотического космоса было захвачено существами бездны. Уцелели лишь некоторые местные жители в немногочисленных городах. Они тоже с трудом держались. Однако эти города были окружены существами бездны. Их падение было лишь вопросом времени. Линь Хуан впервые видел такую ситуацию, которая не поддавалась лечению. Самая серьезная ситуация, которую он видел раньше, была лишь на 70% занята бездной. Он даже на секунду замешкался, так как не был уверен, нужно ли ему вообще общаться с небесным. Да, если состояние настолько плохое. Однако, немного подумав, он решил попробовать. В конце концов, такой хаотический космос, сильно загрязненный энергией бездны, был токсичен для других доминантов, но для него он ничем не отличался от обычного хаотического космоса. С помощью вечного огня он мог даже переработать законное королевство существ бездны. Раздавив карту связи, Линь Хуан не стал использовать свою обычную речь и даже не представился. Он прямо сказал, похоже, у тебя осталось не так много времени. Небесная да ничего не ответила. Линь Хуан подождал мгновение, а затем продолжил. Ты знаешь, откуда взялись эти парни, вторгшиеся в твой хаотический космос? Оно по-прежнему не отвечало. Линь Хуан снова подождал, прежде чем продолжить говорить. Эти ребята – существа бездны. У них за спиной мощный доминант 5 ранга. Говорят, что у этого доминанта десятки тысяч клонов, разбросанных по всему миру. Они набирают верующих, с целью интегрировать больше хаотических космосов, чтобы укрепить себя. Судя по текущему состоянию твоего хаотического космоса, не должно пройти много времени, прежде чем он полностью станет его. Как только весь хаотический космос будет полностью заражен его энергией бездны, он сможет усовершенствовать тебя. В этот момент тебе некуда будет бежать. Кто ты такой? Небесная Даа наконец ответила. Я тот, кто здесь, чтобы помочь тебе. Линь Хуан слегка ухмыльнулся, услышав его ответ. Как ты можешь мне помочь? Согласно твоим словам, этот человек имеет 5 ранг. Засомневалась Небесная Даа. Оригинальное тело доминанта 5 ранга все еще находится в глубоком сне. Даже клоны, которых он разбросал повсюду, находятся в глубоком сне. На самом деле у тебя еще есть достаточно пространства для маневра. Тогда скажи мне, какое у тебя решение? Снова спросила Небесная Даа. Все просто. Объединись с моим королевством, и я помогу тебе избавиться от этих захватчиков. Линь Хуан прямо сказал ему свое решение. И это твое решение. Небесная Даа рассмеялась от ярости. Тогда позволь спросить, почему я должен объединяться с тобой, а не с тем доминантом 5 ранга? Ты должен был почувствовать, насколько злой является аура бездны. Думаешь, он позволит тебе сохранить сознание после того, как интегрирует тебя в свое королевство? Линь Хуан спросил в ответ. Однако если ты интегрируешься с моим королевством, я могу гарантировать, что не удалю сознание ни одного из Небесных Даа. Небесная Даа на мгновение замолчала. Именно по этой причине многие Небесные Даа не желали объединяться с королевствами доминантов. Это было особенно верно, когда речь шла о некоторых из более могущественных доминантов. Чем больше хаотических космосов было в их телах, тем сильнее было сопротивление Небесных Даа. Чтобы уменьшить такое сопротивление и позволить королевству вместить больше хаотических космосов, некоторые доминанты удаляли сознание Небесных Даа напрямую. Хотя это и не решало проблему сопротивления между хаотическими космосами полностью, но могло уменьшить ее, по крайней мере, наполовину. Глядя на текущую ситуацию, у тебя не так много времени. Оставшиеся несколько городов могут не продержаться и двух месяцев. Я скажу тебе прямо. Я – твоя последняя надежда. У меня есть уникальный способ удалить загрязнение энергии и бездны. Другие доминанты не могут этого сделать. А если бы и смогли, то не захотели бы тратить время и силы. Небесная Даа погрузилась в долгое молчание, прежде чем снова заговорила. Можешь ли ты поклясться, что не удалишь мое сознание? Конечно, Линь Хуан сразу же согласился с его просьбой. Хорошо. Я согласен на интеграцию. Небесная Даа наконец согласилась. Глава 1830. Высшее Небесное Даа. Благодаря сотрудничеству Небесного Даа, интеграция королевства Линь Хуана и Небесного Даа прошла необычайно успешно. Весь процесс с интеграцией длился менее 10 минут. Линь Хуан ясно ощущал, как после интеграции второго хаотического космоса с его королевством частицы его физического тела и души Бога претерпели крошечную трансформацию. В его теле открылось множество печатей Даа. Тем временем общее количество печатей Даа в его королевстве увеличилось в несколько раз. В тот момент, когда Линь Хуан внимательно следил за изменениями в своем теле, в его королевстве вдруг произошло нечто странное. Небесная Даа, только что завершившая процесс с интеграцией, начала объединяться с Небесным Даа Вселенной. Два Небесных Даа инстинктивно пытались сопротивляться этому. Однако, как только процесс с интеграцией начался, они оба перестали сопротивляться. Ты тоже это чувствуешь? Спросила Небесная Даа Вселенной. Да. Ты тоже? Второе Небесное Даа немедленно ответила. Может ли это быть та вещь из легенды? Снова спросила Второе Небесное Даа. Я не знаю, но мне кажется, что это похоже, ответила Небесная Даа Вселенной. Линь Хуан был в замешательстве, слушая их разговор. Он совершенно не понимал, о чем они говорят. Можете ли вы двое объяснить, что происходит? Мы подозреваем, что твое королевство несколько необычно. Возможно, оно может консолидировать Высшее Небесное Даа, объяснила Второе Небесное Даа. Высшее Небесное Даа. Линь Хуан впервые услышал этот термин. Это высшая форма, до которой может подняться Небесное Даа, пояснила Небесное Даа Вселенной. Видя, что Линь Хуан все еще в замешательстве, Небесное Даа Вселенной продолжила объяснять. На самом деле, Небесное Даа одного хаотического космоса, как мы, является базовой формой Небесного Даа. Небесное Даа более высокого класса – это Небесное Даа, которое формируется естественным образом после интеграции поры или более десяти хаотических космосов. Оно редко встречается в Бесконечной Вселенной. Однако легенда гласит, что существует Высшая Форма Небесного Даа. Оно формируется путем интеграции бесчисленных Небесных Даа. Такое Небесное Даа может бесконечно интегрировать Небесное Даа, делая их частью себя. Оно называется высшее небесное ДА. Я говорил, что только королевство могущественного практика, который превзошел доминантный уровень, может консолидировать такое небесное ДА. Тогда почему вы, ребята, думаете, что мое королевство может сделать что-то подобное? Линь Хуан все еще не мог взять в толк. Потому что после того, как я интегрировался с твоим королевством, я начал интегрироваться с другим небесным ДА автоматически. Такая интеграция не является принудительной и не стирает наше сознание. В процессе интеграции нет никакого беспокойства. Мы оба по-прежнему обладаем своими сознаниями, становясь кластером общего сознания. Хотя мы не уверены, как выглядят настоящие высшее небесное ДА. Наша интеграция в этот раз дает мне ощущение, что это может быть легендарное высшее небесное ДА, объяснила второе небесное ДА. А у других доминантов не будет такой же интеграции небесных ДА? Линь Хуан не мог не спросить. В конце концов, он был начинающим доминантом. Информация о доминантном уровне, полученная им от Цаньши Саня, была лишь поверхностной. Он знал только, что практики доминантного уровня совершенствовались, постоянно интегрируя все больше хаотических космосов. Он не знал деталей совершенствования практиков доминантного уровня. Нет. Это я знаю, пояснила второе небесное ДА. За много лет до вторжения в мой хаотический космос, был один доминант, который пытался убедить меня интегрироваться с его королевством, и он рассказал мне много вещей о совершенствовании доминантов. Обычно после того, как доминант объединял свое королевство с хаотическим космосом, небесное ДА каждого хаотического космоса существовало само по себе, обладая собственным сознанием. В одном королевстве небесные ДА могли общаться друг с другом на поверхностном уровне, но они не могли не прощупывать внутренние состояния других хаотических космосов, не вмешиваться во внутренние операции других хаотических космосов. Однако в твоем королевстве мы не только можем общаться на более глубоком уровне, мы даже знаем, о чем думают другие небесные ДА. Мы также можем прощупывать внутренние состояния другого хаотического космоса, а также вмешиваться в его операции. Вот почему я считаю твое королевство необычным. Если это произойдет со всеми небесными даа, которые интегрируются с твоим королевством, я думаю, мы можем стать кластерным сознанием, формируя высшее небесное даа, которое может постоянно укрепляться. Процесс консолидации и возвышения моего королевства действительно отличается от других практиков. Линь Хуан кивнул и признал. Однако он не сразу согласился с тем, что сказала небесное даа. Однако мы не можем сделать вывод, что высшее небесное даа может быть консолидировано, как вы говорите. Мы должны интегрировать больше хаотических космосов и использовать данные для проверки этой гипотезы. Тогда чего ты ждешь? Быстрее, давай отправимся в следующий хаотический космос. Призвала второе небесное даа. Разве нам не нужно сначала разобраться с тем, что происходит в твоем хаотическом космосе? Линь Хуан думал, что перед тем, как отправиться в следующий хаотический космос, он проведет простую операцию по очистке. Однако небесное даа продолжало убеждать его. Мое дело несрочное. Важнее проверить характеристики твоего королевства. Хорошо. Линь Хуан не ожидал, что оно окажется таким нетерпеливым. Отозвав свою проекцию воли, он вскоре спроецировал ее на следующий хаотический космос. 15-й хаотический космос тоже был сильно загрязнен бездной. Почти 80% хаотического космоса было заражено. Просканировав хаотический космос божественным телекинезом, Линь Хуан снова достал карту связи и начал новый раунд общения с небесным даа. Небесное даа было непостоянным. Оно колебалось. Линь Хуан разговаривал с ним около 10 минут. Оно не отвергало, но и не соглашалось. Оно просто колебалось и медлило. В этот момент второе небесное даа не могло больше сдерживаться. Позволь мне пообщаться с ним. Линь Хуан был ошеломлен на секунду, но потом кивнул. Конечно, после этого он выпустил сознание второго небесного даа из своего тела. Как только оно вышло наружу, два небесных даа начали общаться. Хватит колебаться. Посмотри на свой хаотический космос. Скорее всего, он полностью разрушится в течение двух лет. К тому времени весь твой хаотический космос будет занят. Тебе некуда будет бежать, и в итоге ты будешь интегрирован силой. После этого твое сознание может быть стерто напрямую. С таким же успехом ты можешь пойти с нами. Позвольте мне сказать тебе следующее. Наш хозяин имеет высшие королевства в своем теле. Мы станем высшим небесным даа. Линь Хуан потерял дар речи, услышав это. Это второе небесное даа умело хвастаться даже лучше, чем он. Он не знал, сможет ли королевство в его теле бесконечно интегрировать небесное даа, но второе небесное даа сказала это так уверенно, как будто это было подтверждено. У небесного даа хаотического космоса закружилась голова от уговоров. В итоге он согласился на интеграцию, находясь в оцепенении. Весь процесс длился менее пяти минут. Линь Хуан не мог удержаться от того, чтобы тайком не похлопать в ладоши, наблюдая за происходящим. Поскольку небесная даа согласилась, он вскоре начал новый раунд интеграции. На этот раз повторилась та же ситуация, когда новая небесная даа интегрировалась с его королевством. Новая небесная даа начала быстро интегрироваться с двумя предыдущими небесными даа. Как и предсказывали два небесных даа, три небесных даа очень скоро стали единым целым. Хотя они обладали собственным индивидуальным сознанием, трое из них, казалось, стали скоплением сознания, благодаря чему они могли читать мысли друг друга. Три хаотических космоса вовсе не были секретом для трех небесных даа. Они могли прощупывать друг друга, вмешиваться друг в друга, как будто два других хаотических космоса принадлежали им. До этого момента Лин Хуэн немного сомневался в том, что его королевство действительно является легендарным высшим королевством, способным консолидировать высшие небесные даа. Глава 1831. Достижение доминантного уровня четыре ранга после того, как третий хаотический космос был успешно интегрирован, небесные даа снова объединились. Три небесных даа, казалось, стали единым целым, превратившись в скопление сознания. Они не только делились своими мыслями, но и могли взаимодействовать друг с другом. Лин Хуэн начал подозревать, что его королевство действительно обладает способностью объединять небесные даа в высшие небесные даа. Все еще немного сомневаясь, он посетил следующий хаотический космос. В него также вторглась бездна. Однако вторжение заняло лишь около 40% хаотического космоса. На этот раз Лин Хуэн успел сказать всего несколько фраз, как второе небесное даа не удержалось от того, чтобы прервать его и снова попыталась убедить небесное даа. Очень скоро к процессу убеждения присоединилась и третья небесная даа. Что еще больше удивило Лин Хуэна, так это то, что на этот раз небесного даа убеждали так непосредственно. Весь процесс прошел настолько гладко, что превзошел все его ожидания. Когда его королевство интегрировалось с небесным даа, четвертая небесная даа начала интегрироваться с другими небесными даа. Только тогда он полностью поверил в то, что говорила небесная даа о вселенной. Возможно, его королевство действительно было легендарным высшим королевством. С этого момента визиты Лин Хуэна становились все более и более успешными. По мере того, как нынешние небесные даа стали убеждать новых, и все больше небесных даа присоединялись к процессу убеждения, небесные даа хаотического космоса один за другим соглашались на интеграцию. Это полностью отличалось от постоянного отказа, с которым Лин Хуэн сталкивался раньше. С тех пор, как небесные даа взяли на себя процесс с убеждения, его успех даже превысил 95%. Его королевство, казалось, совсем не нуждалось в отдыхе. Оно интегрировалось с хаотическими космосами один за другим, и проходило через преобразование одно за другим, расширяясь снова и снова. Всего за день Лин Хуэн объединился с более чем сотней хаотических космосов. Он смог подняться с один ранга до три ранга. Частицы его души бога и физического тела дважды трансформировались. Он даже не представлял, насколько вырос уровень его способностей за этот короткий промежуток времени. Судя по нынешней скорости развития событий, мне понадобится всего 10 дней, чтобы подняться до четыре ранга доминантного уровня. Сначала я займусь этим. Лин Хуэн проверил время и телепортировал свое настоящее тело в хаотический космос, с которым он только что соединился. Затем он спроецировал свою волю дальше, и начал новый раунд интеграции. Благодаря совместным усилиям небесных даа, небесные даа хаотических космосов, казалось, не могли устоять перед искушением стать частью высшего небесного даа. Они сразу же соглашались на интеграцию. За исключением нескольких небесных даа, которые настаивали на отказе от интеграции, остальные небесные даа были убеждены. Королевство Лин Хуэна быстро росло, так как в день он объединялся с сотней хаотических космосов. Уровень его способностей стремительно рос. Спустя почти неделю он наконец интегрировал более 1 000 хаотических космосов. Это было быстрее, чем он ожидал. К этому моменту Лин Хуэн успешно поднялся до 4 ранга доминантного уровня. Он был почти уверен, что стал человеком, который быстрее всех поднялся с 1 ранга до 4 за всю историю бесконечной вселенной. Он был единственным и неповторимым. Парень задумался об этом на некоторое время. Судя по текущему уровню эффективности интеграции, он решил, что ему потребуется не менее двух месяцев, чтобы подняться до 5 ранга доминантного уровня. Поэтому он решительно создал партию клонов и спроецировал их в более чем 1 000 хаотических космосов, с которыми он интегрировался. Клоны начали решать проблемы хаотических космосов, в которые вторглась бездна. Тем временем его настоящее тело продолжало проецировать свою волю дальше, не теряя ни секунды. Он продолжал интегрироваться с другими хаотическими космосами. Хотя клон, вернувшийся во вселенную, не обладал способностями 4 ранга Линьхуана, он был, по крайней мере, на пике 3 ранга. Способности его клона были в бесчисленное количество раз мощнее, чем у его настоящего тела 8 дней назад. После того, как клон вернулся во вселенную, он начал разбирать мысли настоящего тела за эти несколько дней. Его королевство действительно казалось необычным. Во-первых, его королевство, казалось, могло содержать бесконечное количество хаотических космосов. Их количество не было ограничено, как и период отдыха. Каждый раз, когда хаотический космос был интегрирован, его королевство расширялось. Оно становилось еще больше, чем хаотический космос, с которым оно только что объединилось. Ему не нужно было отдыхать от непрерывных интеграций. Согласно информации, полученной Линьхуаном от Небесных Даа, он знал, что другие доминанты вообще не могли этого сделать. Причина заключалась в том, что существовало ограничение на количество хаотических космосов, с которыми могли интегрироваться доминанты. Другая причина заключалась в том, что при интеграции хаотического космоса королевство доминанта вступало в период переваривания на короткое время. Даже если Небесная Даа согласилась на интеграцию, их королевству требовалось время, чтобы связаться с хаотическим космосом на более глубоком уровне. Это было похоже на то, как человеку нужно время, чтобы переварить пищу после еды. Самый короткий период переваривания занимал как минимум пару лет, а если долгий, то мог растянуться на сотни и тысячи лет. Между тем, в королевстве Линьхуана, похоже, вообще не знали, что такое период переваривания. Во-вторых, небесные даа, интегрированные в его королевство, были точно такими же, как и во Вселенной. Они могли автоматически интегрироваться в кластер сознания. Все небесные даа могли читать мысли друг друга. Не было никаких секретов. Не только это, все небесные даа могли исследовать внутренние состояния других хаотических космосов, а также вмешиваться в их операции. Это было точно так же, как и легендарные высшие небесные даа. Даже Линьхуан не мог понять, почему его королевство может делать что-то подобное. Естественно, эта функция принесла ему множество удобств. Почти все небесные даа, выслушав уговоры небесных даа, были готовы присоединиться к его королевству. Это было обращение, которым другие доминанты никогда бы не воспользовались. Было бы здорово, если бы другие доминанты смогли заставить одно небесное даа согласиться на интеграцию с их королевством после посещения сотни хаотических космосов. С помощью команды убеждения, возглавляемой небесными даа, успешность интеграции Линьхуана почти превысила 99%. В-третьих, его боевая мощь стремительно росла по мере того, как число хаотических космосов, с которыми объединялось его королевство, быстро увеличивалось. За восемь коротких дней он поднялся с один ранга до четыре ранга. Ему все еще требовалось время, чтобы адаптироваться к всестороннему повышению уровня его способностей, вызванному этим повышением. Ему нужно было привыкнуть к силе души бога, физического тела, божественного телекинеза и многого другого. В-четвертых, трансформация частиц его тела и души бога, естественно, привела к трансформации оружия бога в его теле. Линьхуан был почти уверен, что его боевой меч, доспехи, оружие души и телекинетическое оружие должны были превзойти стандарты хаотического высшего сокровища. Он просто не знал, что такое высшее хаотическое сокровище. В-пятых, его резко возросшая боевая мощь подчеркивала недостаток знаний. Его базовое понимание бесконечной вселенной было хуже, чем у многих практиков один ранга доминантного уровня. Он не знал даже базовых знаний о системе градации сокровищ высших атического высшего сокровища, не говоря уже о многих других вещах. Ему определенно нужно было потратить некоторое время, чтобы исправить это. Клон Линьхуана завершил свои размышления над информацией и вскоре перенес отсортированную информацию хозяину. После этого он начал сосредотачиваться на проблеме вторжения во вселенную. Глава 1832 Я действительно был слишком резким. Линьхуан был абсолютно уверен, что теперь его настоящее тело поднялось до доминантного уровня 4 ранга. Его клон потратил меньше половины дня после возвращения во вселенную, чтобы пробраться в пару организаций ранга ССС. Никого не заметив, он посетил людей из Черной Бездны, которые были заключены в тюрьму. После извлечения королевств из их тел, он потратил менее половины дня, чтобы пробраться в 9 звездных зон, которые занимала Черная Бездна. Незаметно для всех он извлек все королевства из тел членов Черной Бездны. После этого он отправил сообщение королевской организации и остальным организациям класса ССС, чтобы они собрали все осколки и навели порядок. С его нынешним уровнем способностей, его больше не волновало, придет клон Азы или нет. Он был уверен, что сможет сразиться с ним, даже если заранее разбудит клона Азы, извлекая королевство из тел тех парней. Помимо этой вселенной, подобное происходило и в других хаотических космосах. Клоны Линьхуана напрямую вторглись в лагеря под крылом клонов Азы. Они забрали всех практиков, которые были в полушаге от доминантного уровня и тех, кто был на небесном до уровня. Благодаря способностям его клонов доминантного уровня три ранга, члены этих организаций были легко подавлены, не имея никакой силы для сопротивления. Клоны Линьхуана не встретили никаких препятствий на протяжении всего процесса. Таким образом, более 1 000 хаотических космосов под его началом, столкнувшихся с кризисом вторжения, в течение одного дня значительно разрешили свои проблемы. После этого Линьхуан не стал больше вмешиваться. Вместо этого он поручил местным жителям навести порядок в оставшемся беспорядке. Однако он ускорил этот процесс. До этого ускорение временного потока в Великом Небесном Дворце достигало лишь одного миллиона раз. После того, как Линьхуан поднялся до 4 ранга и объединил в своем теле более 1 000 хаотических космосов, функции Великого Небесного Дворца были преобразованы. Функция ускорения потока времени теперь была увеличена в миллиард раз. Это означало, что при максимально возможном ускорении потока времени один день во внешнем мире будет равен 274 миллионам лет в королевстве Линьхуана. Чтобы перестраховаться, он не стал необдуманно ускорять время в своем королевстве в миллиард раз. Вместо этого он ускорил течение времени сначала в миллион раз, а затем в 10 миллионов раз. Таким образом, один день во внешнем мире равнялся 27 000 лет в его королевстве. После ускорения течения времени в более чем 1 000 хаотических космосов, клоны Линьхуана остались внутри, охраняя хаотические космосы и наблюдая за их развитием. После устранения угрозы вторжения бездны развития более 1 000 хаотических космосов вскоре пошло на поправку. Во внешнем мире прошел всего один день, а число практиков в более чем 1 000 хаотических космосах в королевстве Линьхуана удвоилось. Его клоны не сидели сложа руки. Они проводили большую часть времени, совершенствуя открытые печати. Да, тем временем, сам Линьхуана во внешнем мире не прекращал интегрировать хаотические космосы. Каждый день он интегрировал не менее сотни хаотических космосов. В то же время, он также производил больше клонов для охраны новых хаотических космосов, чтобы справиться с проблемой вторжения бездны. После обработки всех хаотических космосов, которые были захвачены, он включал их в диапазон ускорения временного потока Великого Небесного Дворца, что увеличит их ускоренный временный поток в 10 миллионов раз. Так прошло полмесяца. Количество хаотических космосов в королевстве Линьхуана успешно преодолело отметку в 3.000. Хотя он и не достиг 5 ранга доминантного уровня, его способности стали намного мощнее, чем полмесяца назад. Однако в тот момент, когда он радостно интегрировал хаотические космосы в свое королевство, внезапно пришло сообщение от его клона «Похоже, с клоном Азы что-то происходит». Чувствуя себя беспомощным, Линьхуан мог только приостановить процесс интеграции хаотических космосов и вернуться во Вселенную, чтобы проверить ситуацию. Аномалия была обнаружена во Вселенной и десятках хаотических космосов вокруг нее. С другими хаотическими космосами ничего не произошло. Это заставило Линьхуана заподозрить, что о группах из десятков хаотических космосов заботился один и тот же клон Азы. Другие хаотические космосы могли быть территориями под управлением других клонов Азы. Проверив сообщения, отправленные десятками его клонов, Линьхуан вскоре примерно понял ситуацию. В десятках хаотических космосов бездны происходило одно и то же необычное событие. Бесчисленные монстры бездны начали вырываться из нее. В то же время, мистические территории в этих хаотических космосах начали судорожно появляться. От начального до уровня до небесного до уровня, каждый день открывалось до сотни мистических территорий. Даже некоторые из туманов за пределами мистических территорий начали распространяться и вторгаться в звездные зоны материальной сферы. Эти признаки указывали на то, что клоны Азы просыпаются. Когда Линьхуана получила эту новость, он мгновенно вернулся во Вселенную и направился прямо в бездну. Войдя внутрь, он увидел, что из глубины бездны, словно черная волна, хлынули монстры бездны. Они направлялись во Вселенную из пространственного разлома, связанного со Вселенной. Так как он скрывал свое существование с помощью небесного доа, они словно не замечали его, а обессальные монстры продолжали мчаться вперед, следуя приказам практику, находящемуся в глубине бездны. Линьхуан, применив божественный телекинез, обнаружил, что вся бездна взбесилась. Казалось, что все монстры бездны были под контролем клонов Азы. Его божественный телекинез очень скоро распространился к самому глубокому слою бездны. Он почувствовал отвратительную ауру. Однако эта аура была довольно неясной. Казалось, что его божественный телекинез был заблокирован чем-то, что не позволяло ему проникнуть дальше. Он не мог добраться до источника ауры. Он прищурился и, немного подумав, направил свой божественным телекинез. В мгновение ока он оказался в самом глубоком слое бездны. Это была совершенно темная область. Темнота лишила Линьхуана всех чувств. Это ощущение было точно таким же, как и во время двух предыдущих путешествий в мистические территории. Он не только лишился зрения, слуха, обоняния и осязания, но и потерял ощущение пространства и времени. Тем не менее, он нисколько не запаниковал. Причина заключалась в том, что, хотя его чувства были отняты, он мог ясно видеть все в этом темном пространстве с помощью божественного телекинеза. Похоже, это было королевство другого существа. Внутри оно было пустым. Линьхуан, наконец, впервые увидел его. Он выглядел как комок плоти, который постоянно корчился. По всему его телу были саркомы, щупальца и мясистые хребты. Внутри единственное, что выделялось, это его единственный глаз. Красный глаз, внутри которого, казалось, клубилась лава, открылся. Он неподвижно уставился на Линьхуана. Он не выглядит сильным, тихо пробормотал Линьхуан, комментируя ситуацию. Сила его ауры была на доминантном уровне три ранга. Он был даже слабее, чем клон Линьхуана. Естественно, он знал, что нельзя судить об уровне способности человека только по его ауре. Поэтому, не сдерживаясь, он вызвал летающие кинжалы своего оружия бога. Сотни миллионов летающих кинжалов были выпущены тремя волнами. Он использовал доминирующую силу более 1 000 хаотических космосов, полностью утопив его. Однако, спустя всего секунду выражение лица Линьхуана слегка изменилось. Что случилось? Он умер вот так просто. Я был слишком.